Глава сороковая в эмиграции. Капдай. С 12 по-новому 25 марта 1920 года по 22 января по-новому стилю 4 февраля 1929 года. Итак, в четверг 12 по-новому 25 марта 1920 года я возвратилась назад в мою дорогую виллу Алам в Капдай после шести лет отсутствия. Новая жизнь начиналась для меня. Жизнь эмигрантки. Конечно, я была счастлива быть дома, в уютной вилле и найти много маленьких вещиц, памятных моему сердцу, но было много душевных ран после всего пережитого и всего потерянного. Мне было приятно снова увидеть мою кухарку Марго, которая через несколько дней вернулась ко мне, и Арнольда, которого я не ожидала встретить здесь. Он даже вывез с собой массу фотографий и альбомов, очень дорогих и ценных для меня воспоминаниями чудного прошлого. Арнольд сам был любителем снимать фотографии и привез также и свои снимки, сделанные у меня на даче. Приехала я без гроша, и пришлось сразу заложить виллу, чтобы расплатиться с прислугой и старым садовником Ботен, которые шесть лет терпеливо ждали моего возвращения и берегли дом и сад. Надо было также приодеться, так как кроме двух старых платьев ничего больше у меня не было, не говоря уж о моем сыне, который буквально нигде показаться не мог. Одна из первых, кого мы встретили после возвращения, была великая княгиня Анастасия Михайловна, в то время вдовствующая великая герцогиня Мекленбург-Шверинская. Она жила на своей вилле фантазии, в Эзе, недалеко от нас. Это была самая очаровательная женщина, которую я когда-либо встречала, с замечательно добрым сердцем. Она любила жить и умела наслаждаться жизнью, была всегда милой и любезной. Она очень полюбила моего сына, и когда он был так болен в Каннах перед войной, она навещала его. А когда поправился, то пригласила его пить чай на виллу в Энден. Мы были рады встретиться с ней снова. Мы часто стали бывать у нее на вилле фантазия. Она у нас. Вова часто ездил к ней один, она любила его угощать, а потом, смеясь, говорила, что Вова все съел, даже мухом ничего не оставил. Вова не любил танцевать, а великая княгиня, наоборот, страшно любила и настояла на том, чтобы Вова научился и мог бы с ней выезжать. Мы часто говорили с ней о судьбе членов царской семьи, которые находились в Алапаевске, в Сибири, недалеко от Екатеринбурга, где также был заключен ее брат, великий князь Сергей Михайлович. Мы не знали достоверно, были ли они убиты или нет. Как возникали сомнения относительно царской семьи, так были у нас и сомнения относительно алапаевских узников. Никто в то время на этот вопрос ответить не мог. Чтобы избежать осуждения, большевики распространяли слух, что все спасены. Мы все невольно верили этому и часто переходили от горя к радости, получая противоположные сведения об их судьбе. Как горько было думать, что если бы Сергей Михайлович послушался моих настойчивых просьб и вовремя уехал, он, может быть, был бы теперь с нами. Здесь мы встретили снова великого князя Бориса Владимировича и Зину. Выехав за границу, они в Генуе поженились и временно жили в Ницце. В Булье жил Гаврил Константинович, который сразу после переворота женился на Нине Нестеровской 9 по новому 22 апреля 1917 года. Я снова встретила здесь также Лину Кавальери, которую Вова когда-то назначил шефом своего обезьянного полка. Она была теперь замужем за тенором Мюратором. Они жили в прелестной вилле в Эзе на берегу моря, и мы один раз у них обедали. Вскоре после моего приезда мой старый и преданный друг Рауль Гюзбург пригласил нас завтракать в отель де Пари вместе с известным писателем Вилли. Тут я встретила Дягилева, который жил в этой гостинице. Завтрак с Раулем Гюзбургом прошел весело и занятно, у него всегда был неисчерпаемый запас интересных разговоров. Через несколько дней после этой встречи с Дягилевым он заехал ко мне на виллу и предложил мне выступить у него в предстоящем сезоне в Париже. Мне было в то время 48 лет, но я была полна сил и могла бы с успехом танцевать. Я была очень польщена его предложением, но отклонила его. С тех пор, как императорские театры перестали существовать, я не хотела больше выступать. Я получила от Лалуа, секретаря директора Парижской оперы Руше, письмо, в котором он просил его принять, чтобы передать от имени директора приглашение выступить в следующем сезоне. Приглашение директора Парижской оперы было очень лестным для меня, но я отказала Руше по той же причине, что и Дягилеву, выразив ему, конечно, мою признательность за оказанное мне внимание. Я была страшно обрадована неожиданным визитом Тамары Корсавиной. Она была такая же красивая, элегантная и выглядела прелестно. Я ее оставила у себя обедать, сколько лет мы не виделись. Императрица Евгения жила в Кап-Мартен на своей вилле Сернос, что по-карсиански обозначает Корсику. Она очень любила покойного отца Андрея, великого князя Владимира Александровича, еще с тех пор, когда в 1867 году, совершенно юным, он сопровождал своего отца в Париж на всемирную выставку и чуть не стал жертвой покушения Березовского. С тех пор они часто встречались в Париже в гостинице «Континенталь», где она обыкновенно останавливалась, как и великий князь и великая княгиня. Она знала и Андрея, когда его водили к ней на поклон, еще очень маленьким. Как только императрица узнала о приезде великой княгини, она пригласила ее и Андрея к себе завтракать на виллу Сернос. Андрей мне рассказывал, что он был просто поражен, когда императрица вошла в салон, где все собрались в ее ожидании. Трудно было поверить, что ей было 94 года. Такая бодрая и живая она вошла в салон. Для всех она нашла, что сказать ласковое. Она расспрашивала о событиях в России, знала фамилии белых генералов, политических деятелей, проявляя необыкновенную память и осведомленность. У нее был совершенно твердый, ясный голос и прекрасный слух. Она ела что и все, но жаловалась, что доктор посадил ее на строгий режим. Это было во всяком случае незаметно. Ходила она совершенно свободно и состоявшая. При ней дама говорила Андрею, что после завтрака она отдыхать не будет, а поедет кататься. Императрица Евгения говорила с большим увлечением о предстоящей поездке в Испанию, о том, какой прием ей там готовится, и что сам король приедет ее встречать, как будто, думал Андрей, ее мало в жизни торжественно встречали. Она, вероятно, прожила бы еще несколько лет, если бы не глазная операция, на которой она настаивала, вопреки мнению докторов. Они опасались не самой операции, а оперативного шока. Действительно, операция удалась, но императрица скончалась. Недалеко от моей виллы, в самом Капдай, жил итальянский маркиз Пассано, который раньше жил постоянно в России. Он отличался главным образом своим огромным ростом и длинной черной бородой. Он был женат на дочери Салтыкова-Щедрина. Мы часто бывали на их вилле Люмиер, где они давали прекрасные обеды. Часто и они к нам заглядывали, как говорится, на огонек, поиграть в картишки. Скоро на нашем горизонте появилась Сима Астафьева, первая жена моего брата Юзи. Она приехала из Лондона и жила у меня. С нею я путешествовала по Италии в 1901 году. Мы вспоминали потом, как она тогда была влюблена в Петроне. Потом она вышла очень неудачно замуж за Константина Гревсой и скоро разошлась. Теперь она жила в Лондоне, где первая из всех русских открыла школу танцев и имела большой успех. Из ее студии вышли Антон Долин, которого Дягилев сейчас же взял к себе, и Алисия Маркова, тоже начинавшая у Дягилева. Они обе сделали блестящие карьеры. Сима потом часто гостила у меня. Летом 1920 года, что мы приехали во Францию, я поехала с Андреем дней на 10 в Париж. Мы остановились в скромной гостинице «Дальб» на углу Елисейских полей и авеню, переименованной впоследствии в авеню Георга Пятого. Гостиницы эта больше не существует. На этом месте теперь высится огромное многоэтажное здание. Маркиз Пассану, наш сосед Пакабдай, пригласил нас как-то обедать в ресторан «Шато де Мадрид» на краю Булонского леса, где в жаркую погоду было приятно пообедать в саду. Какова была наша радость, когда мы здесь совершенно неожиданно встретились с великим князем Дмитрием Павловичем, который также тут обедал со своими друзьями. Он тоже был страшно рад нас видеть, так как мы расстались с ним еще в конце 1916 года, когда он был выслан из Петербурга в связи с убийством Распутина. Он бросился в мои объятия и стал меня целовать, совершенно не обращая внимания на окружающую публику. Он прекрасно выглядел, был очень элегантен. На следующий день он пригласил нас завтрак в загородный ресторан «Армененвиль», после чего мы поехали к нему в гостиницу. И пока мы оставались в Париже, мы каждый день встречались. Я могла заметить, что он избегал всяких намеков на роковую ночь в Юсуповском доме. Не хотел встречаться не только с теми, которые принимали участие в убийстве Распутина, но и с теми, кто напоминал ему происшедшее. Он никогда не мог простить тем, кто его вовлек в это дело. Но, странным образом, высылка за границу почти накануне революции избавила его от всех, связанных с переворотом бедствий. Летом приехала, наконец, Лиля Лихачева со своим мужем и детьми, двумя сыновьями и дочерью. Последний раз я ее видела в Константинополе. Они поселились в моем нижнем доме, и с ее приездом у нас стало очень оживленно. В конце июля Андрей получил телеграмму из Контриксвилля об опасной болезни великой княгини Марии Павловны. Его просили скорее приехать. Андрей знал, что его мать в Контриксвилле. Она верила в целебность этих вод и до войны туда ездила. Но мы ничего не знали об ухудшении ее здоровья. Неожиданное известие нас поразило. Андрей сразу выехал туда и провел целый месяц у постели больной матери. Сначала положение было очень тревожным. Но когда наступило улучшение, Андрей смог вернуться домой. За это время между нами завязалась на редкость трогательная переписка. Как раз когда Андрей отсутствовал, исполнилось 20 лет, что мы встретились. Конечно, Андрей мне много и подробно писал о том, как протекает болезнь матери. Но писал он также и о своих чувствах ко мне, как он меня любит, о нашей будущей жизни, которую мы должны начать устраивать. Перечитывая его письма, которые я, конечно, сохранила, и вспоминая то, что я ему писала, можно подумать, что мы были тогда молодыми влюбленными, только что встретившимися на жизненном пути. Но на самом деле мы переживали вторую идиллию. Эти дорогие для меня письма я часто перечитываю и иногда заливаюсь горькими слезами, вспоминая канувшие в вечность золотые счастливые дни. Не прошло и нескольких дней, как он снова был срочно вызван в Контрексвиль, и туда же были вызваны его братья и сестра. В этот раз я поехала с ним. Мы не знали, надолго ли он едет, и я не хотела оставлять его одного в тяжелое для него время. Когда мы приехали, положение великой княгини было уже безнадежным, и вопрос шел лишь о днях. Она бесконечно обрадовалась Андрею и все время звала его по имени. Даже когда начала терять сознание, она продолжала шептать имя Андрея и порывалась что-то сказать про Вову. Она очень страдала в последние дни, но до конца была в полном сознании и только в последние часы начала терять сознание. Рано утром 24 августа по-новому 6 сентября 1920 года она тихо скончалась. Для Андрея это была тяжелая потеря. Он единственный из сыновей, который после отъезда Бориса из Анапы оставался при ней безотлучно. Великая княгиня была похоронена в маленькой православной церкви, которую она сама построила в парке недалеко от гостиницы Северен, где всегда останавливалась. Хоронил ее отец Остроумов, приехавший из Канн, где всегда жил летом при местной церкви. На похороны приехало отовсюду много народу. Приехал проводить ее к месту покоения и ее сводный брат, герцог Генрих Нидерландский. Местный муниципалитет назвал одну улицу ее именем, и это сохранилось до сих пор. После окончания всех формальностей мы покинули Контрексвиль и уехали в Париж, где прожили некоторое время в гостинице Лотти. Здесь Андрей узнал, что судебный следователь по особо важным делам Соколов, которому адмирал Колчак поручил следствие об убийстве государя и всей царской семьи в Екатеринбурге, и членов царской семьи в Алапаевске, находится в Париже. Это был единственный человек, который мог сказать, что в действительности произошло в Екатеринбурге и Алапаевске, и есть ли надежда на то, что кто-нибудь спасся. Андрей просил его заехать к нему в гостиницу и позвал Гавриила Константиновича и его жену присутствовать при разговоре, так как три его брата погибли в Алапаевске. Соколов рассказал подробно свое следствие, но не мог нас обнадежить тем, что кто-либо спасся в Екатеринбурге. Вопрос этот был поставлен Андреем в связи с постоянно распространяемыми в то время слухами, что они спасены, где-то спрятаны, и что императрица Мария Федоровна об этом знает. Ответ Соколова положил конец легендам о спасении, хотя тела погибших не были найдены. Ни один из очевидцев не мог быть допрошен, и таким образом, самый факт убийства не мог быть установлен формально и бесспорно. Но все выводы, которые можно было сделать из собранного тогда материала, приводили к заключению, что, несомненно, все узники Ипадьевского дома погибли, и тела были сожжены в лесу. Вывод Соколова впоследствии вполне подтвердился. Что же касается Алапаевска, то факт убийства членов императорского дома был доказан. Тела были все найдены в шахте, осмотрены и опознаны, и Соколов тут же показал нам их фотографии. При осмотре тел был составлен точный список всего на телах найденного. Беседа с Соколовым была для нас печальной. Никаких надежд больше не было. Все погибли. Андрей попросил у Соколова прислать ему Алапаевское следствие. Что он и сделал. Мы почти целую ночь вдвоем переписывали наиболее важные документы, которые бережно храним. Все мелкие вещи, найденные на телах, были адмиралом Колчаком пересланы великой княгине Ксении Александровне, которая и разослала их членам семьи по принадлежности. Так я получила то, что было найдено на великом князе Сергея Михайловича. А именно, первое, небольшой, круглый из самородного золота медальон с изумрудом посреди. Внутри моя фотография, довольно хорошо сохранившаяся и кругом выгравирована. 21 августа, мали, 25 сентября. И внутри вделанная десятикопеечная серебряная монета 1869 года, года рождения великого князя. Этот медальон я ему подарила много лет назад. Второе. Маленький золотой брелок, изображавший картофель с цепочкой. Когда они все были молоды, они образовали с воронцовыми и шереметьевыми так называемый картофельный кружок. Происхождение этого наименования туманно, но они все себя так называли, и это выражение часто встречается в дневнике государя при описании времени, когда он был еще наследником. Больше уже никаких сомнений не было в том, что великий князь Сергей Михайлович убит. Мы часто обсуждали с Андреем вопрос о нашем браке. Мы думали не только о собственном счастье, но и, главным образом, о положении Вовы, который в силу нашего брака становился бы законным сыном Андрея. Ведь до сих пор его положение было неопределенным и очень трудным. Однако мы решили ни в коем случае не вступать в брак без разрешения главы императорского дома, великого князя Кирилла Владимировича, ибо в противном случае наш брак был бы, с точки зрения учреждения об императорской фамилии, незаконным. И мы, мой сын и я, лишались бы права на фамилию и титул. Андрей поехал к своему брату в Канны, где он тогда проживал, чтобы испросить у него официального разрешения на брак. Еще летом Андрей говорил своему брату о своем намерении на мне жениться, и великий князь Кирилл Владимирович и его супруга, великая княгиня Виктория Федоровна, не только ничего не возрастили, но сказали, что считают его желание вполне естественным, раз мы любим друг друга, добавив, что их обязанность нам помочь в этом отношении, дабы устроить и наладить жизнь нашу и Вовы. Кирилл Владимирович сразу же дал свое согласие, даровав мне мою настоящую родовую фамилию Красинских, которую уже носил мой сын, и нам, обоим, моему сыну и мне княжеский титул. Он просил Андрея сразу же после свадьбы привезти нас к нему, чтобы представить меня и Вову своей супруге. Для свадьбы мы выбрали день 17 по новому 30 января 1921 года и решили венчаться в Каннской русской церкви, так как хотели, чтобы нас венчал наш старый друг, духовник Андрей, отец Григорий Остраумов. Венчание состоялось в 4 часа. Шаферами были муж моей сестры, барон Александр Логинович Зеддлер, граф Сергей Платонович Зубов, полковник Константин Владимирович Молостов и полковник Владимир Петрович Словицкий. Кроме свидетелей моего сына, больше никого в церкви не было. В день свадьбы мы после завтрака выехали из Кабдаи на автомобилях прямо в нашу Каннскую церковь, где отец Остраумов нас ждал. Зная нас всех давно, он особенно любовно отнесся к нашему браку и сердечно нас поздравил по окончании службы. Из церкви мы с Андреем и Вовой поехали прямо в гостиницу, где жили великий князь Кирилл Владимирович и великая княгиня Виктория Федоровна. И они оба меня приняли уже как жену Андрея, а Вову как нашего сына. Они оба обласкали меня, и с тех пор постоянно мне оказывали много сердечного внимания и доброты. Я чувствовала, что они меня полюбили, ничего не имели против нашей свадьбы и никогда не сожалели, что дали свое согласие. После свадьбы мы все вернулись в Кабдай, где был приготовлен свадебный обед, и мой Арнольд особенно красиво разукрасил стол цветами. Кроме свидетелей, мы пригласили к обеду маркиза Пассану с женой и Лилю Лихачеву с мужем и старшим сыном Борисом. Обед прошел очень весело, и мы великолепно отпраздновали нашу свадьбу. В день свадьбы Андрей записал в своем дневнике «Чудно провели вечер, наконец сбылась моя мечта. Я очень счастлив». Как и было обещано, вскоре после свадьбы я получила от начальника канцелярии великого князя Кирилла Владимировича, как главы императорского дома, официальный документ, свидетельствующий о даровании мне титула и фамилии княгини Красинской. Несколько лет спустя, в 1935 году, великий князь Кирилл Владимирович, дабы упорядочить вопрос о марганатических браках, состоявшихся после переворота, решил даровать супругам членов императорского дома, вступивших в марганатический брак, и детям от таких браков, родившимся, титул и фамилию светлейших князей Романовских, в которые каждый должен был добавить вторую фамилию по своему выбору. В качестве второй фамилии я и мой сын сохранили фамилию Красинских. Но большинство не пожелало подчиниться этому указу, предпочитая продолжать именовать себя Романовыми. Андрей не хотел, чтобы Вова единственной из семьи не носил бы фамилию рода, которому он принадлежит по крови. С войны Вова носит фамилию Романов. После свадьбы я была принята королевой датской Александриной, дочерью великой княгини Анастасии Михайловны. Она приходилась двоюродной сестрой Андрею. Она часто приезжала в Канны и, зная, как ее мать любила Вову и меня, была бесконечно мила и трогательна со мной. Затем я представлялась королеве Марии Румынской. Она жила тогда в Ницце в своем замке Фаброй. Когда мы втроем приехали, оказалось, что королева и ее сестра, великой княгиня Виктория Федоровна, еще не вернулись с длинной прогулки, и нас встретили две дочери великой княгини Виктория Федоровна, Мария и Кира Кирилловна, которые при мило нас стали занимать и пригласили посмотреть их комнаты. Кира Кирилловна показывала свою коллекцию миниатюрных серебряных вещиц, мебель и так далее. А Вова и Андрей пошли смотреть, как купают маленького Владимира Кирилловича. Вскоре вернулась с прогулки королева Мария. Она действительно была поразительно красива. Я много видела ее фотографии, но вблизи видела ее в первый раз. Она была живая, полная энергии и меня совершенно очаровала. Она сразу умела к себе расположить и вела разговор очень искусно и остроумно. Мне показалось, что я ее давно знаю. Ее сестра, великая княгиня Виктория Федоровна, присутствовала при приеме. Несколько позже в Париже я была принята королевой Ольгой Константиновной Греческой в гостинице Ридс. Она была уже в преклонных летах, но очаровательно ласковая и добрая. По своей близорукости она смотрела на всех в лорнетку. Во время переворота ей пришлось пережить в Греции изгнание и преследование, но теперь прежнее правительство было восстановлено, и она могла вернуться в Грецию, что ее бесконечно радовало. О нашей свадьбе Андрей написал письмо великой княгине Ольге Александровне, прося ее сообщить об этом императрице Марии Федоровне, которая проживала в то время в Дании. Она ответила милым письмом, в котором сообщила, что императрица ничего не имеет против нашей свадьбы и желает нам обоим много счастья в жизни. Наш старый друг Павел Александрович Демидов был первым из нитских жителей, который дал завтрак в нашу честь в своей вилле, чтобы отпраздновать нашу свадьбу. Мы потом часто бывали у него, и в особенности в дни именин его жены и Елизаветы Федоровна, рожденной Треповой. Потом они продали виллу в Ницце, и вместо нее купили поблизости новую на проданной жемчуга, и потому виллу назвали «Ла Перл». Демидов всегда чудно принимал. У него жил его дальний родственник Миша Сумарогов, бывший в России чемпионом тенниса. Ко дню годовщины смерти Великой княгини Марии Павловны мы поехали в Вова, Андрея и я в Контрексвилле, куда приехал тоже великий князь Кирилл Владимирович, княжная тюрия Екатерина Голицына и Савинский, которые вместе с Великой княгиней прибыли во Францию и оставались при ней до ее кончины. Год прошел со дня кончины Великой княгини, траур кончился, и мы начали принимать у себя на вилле в Кабдай. Мы очень любили принимать у себя Великую княгиню Анастасию Михайловну, которая была воплощением веселости. Мы подбирали для нее компанию людей, которых она любила и которые любили танцевать после обеда. Эти обеды были всегда очень веселыми. Арнольд красиво убирал стол, а после обеда устраивал разные сюрпризы. Во время танцев он тушил все огни, а в саду зажигал бенгальские огни, которые освещали комнату, где танцевали. Это было красиво. Часто мы ездили с Великой княгиней в Монте-Карло, в ее любимый ресторан Карлтон, выпить стакан вина и потанцевать. Покойный король шведский Густав любил бывать на обедах гала. Поэтому мы его всегда приглашали, когда устраивали обеды в пользу школы Андрея в Ницце. Для этих обедов мы звали Ваву Яковлеву петь, а Дягилев любезно разрешал своей труппе принять участие в вечере. Кроме того, разыгрывалась лотерея, для которой мы собирали вещи от лучших домов. Шанель, Мулине, Маппин, Ивеп, Кук, Маке. Кроме того, в числе выигрышей были духи, ящик шампанского и масса мелких вещей. Король Густав любезно купил несколько билетов и имел поразительное счастье. Он выиграл все первые три приза – чудное манто от Мулине, ящик шампанского и еще что-то ценное. Он был в диком восторге и говорил, что теперь у него чудные подарки для внучек. Ему предложили доставить все эти вещи к нему в гостиницу, но он непременно хотел взять их с собой и просил все положить к нему в автомобиль. За обедом я сидела рядом с королем. А адмиральша Макарова напротив него. 2-го по-новому 15 февраля 1922 года в Ницце на своей вилле Жорж скончалась светлейшая княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская, рожденная княжна Долгорукая, марганатическая вдова покойного императора Александра II. Ей было 74 года с небольшим. Она состояла в фрейлиной императрице Марии Александровны. Ее роман с императором начался около 1867 года в Париже, куда император приехал на выставку и продолжался до самой его кончины. После трагической кончины государя она выехала за границу и там постоянно проживала, но изредка приезжала в Петербург, где у нее был огромный дворец. Вся императорская семья сохранила с ней лучшие отношения и всегда ее навещала. Она была, несомненно, крупной фигурой второй половины XIX века. О ней много говорили, но она никогда никакой роли в политической жизни не играла, оставаясь в тени как подруга государя. И только последний год, как его марганатическая супруга с 6 по 18 июля 1880 года, мы хотели поехать к ней с визитом после нашей свадьбы. Но то ее не было в Ницце, то она была больна, так я ее и не видала. Как только было получено известие о ее кончине, мы поехали к ней на виллу с великой княгиней Анастасией Михайловной. Она еще лежала в своей спальне. Потом мы были на ее похоронах на Ницком кладбище. Княгиня Юрьевская хранила у себя на вилле много ценных воспоминаний о покойном императоре. Все его письма к ней и ее к нему, а также масса маленьких вещей, которые, к сожалению, были впоследствии распроданы наследниками с торгов. Ее единственный сын Георгий или Гогов, как его звали, скончался в 1913 году. Старшая дочь Ольга вышла замуж за принца Меренберга, а младшая Екатерина вышла замуж сперва за князя Борятинского, а потом за князя Сергея Боленского, ныне проживающего в Америке. Через три недели мы понесли тяжкую утрату в лице великой княгини Анастасии Михайловны, которая скоропостижно скончалась на своей вилле фантазии в ЭЗе 26 февраля по новому 11 марта 1922 года. Никто не мог ожидать, что ее не станет так скоро. За два дня до кончины мы ее видели веселой, жизнерадостной. Ее старая и преданная горничная Ольга вызвала нас, прося немедленно приехать, так как великая княгиня опасно заболела. Когда мы приехали, то великая княгиня лежала без сознания, но с открытыми глазами. Узнала ли она нас, неизвестно. Она ничем этого не проявила. Ее личный секретарь держал зеркало у губ, чтобы проверить, дышит ли она. Вдруг она глубоко вздохнула, и настал конец. Мы все стояли на коленях кругом, ее постели и молились. Мы закрыли ей глаза. Волк впервые видел кончину и не хотел верить, что его дорогой друг, с которой он за два дня до того весело провел вечер, могла так внезапно скончаться. Для него это было большим горем, так как с его раннего детства она проявляла к нему много сердечного внимания. Эти два года она наполняла нашу жизнь своей веселостью и лаской. Через два часа Искан прилетел, как сумасшедший молодой лиц со своей женой Ксенией Георгиевной и нашим старым священником, отцом Остроумовым, который от безумной езды был еле жив. На следующий день из Парижа приехал великий князь Александр Михайлович, брат покойный. Старшая дочь, великая княгиня королева датская Александрина, вскоре приехала. Мы с ней провели несколько дней на вилле фантазии, и я помогала ей разбирать все мелочи, оставшиеся после покойной, и откладывать то, что она хотела взять с собой. Она любезно предложила Андрею взять все, что касается семейных миниатюр и русских книг, а Вове предложила выбрать на память, что он пожелает. И он попросил дать ему брошку с рубинами, которую он подарил покойной. Гроб с останками Великой княгини был перевезен в Канны, в нашу церковь, а затем был отправлен в Мекленбург для погребения в семейном склепе. Вова потом заказал бронзовый венок, который был послан в Мекленбург для возложения на могилу покойной Великой княгини. У Великой княгини было трое детей. Сын, великий герцог Мекленбург Шверинский, умер в 1945 году. Дочь Александрина, королева датская, умерла в 1952. И дочь Цицилия замужем была за кронпринцем германским. Глава 41. Мои встречи. Совершенно случайно в Монте-Карло в зале перед театром я встретилась с Вирджинией Цукки. Прошло более 30 лет с тех пор, как я ее видела в последний раз в Петербурге. Но я сразу узнала ее. И мы бросились в объятия друг друга. Так рады мы были увидеться снова. Именно она вдохновила меня, когда мне было еще 14 лет. И сделала из меня артистку. И я этого не забыла. Потом она заехала ко мне на виллу. И мы вспоминали давно минувшие дни, когда она имела такой огромный успех в России. Это была наша последняя встреча. Я вскоре узнала, что она скончалась. Однажды, когда я завтракала в Ницце в гостинице «Клю Рич», я встретилась с Эсидорой Дункан. Если бы меня не предупредили, что это она, я бы ее не узнала. Так она изменилась. Мы были очень рады увидеться и встретились, как старые друзья. Вскоре после этого она погибла в Ницце, когда ее шарф попал в колесо автомобиля. И она была задушена насмерть. В Монте-Карло проживала на своей вилле большая знаменитость своего времени, Леди де Батт, или по сцене Лили Лонгтре. Она была красавицей, состояла фрейлиной королевы Александра Англицкой и одно время подругой короля Эдуарда VII. Разорившись, она покинула двор и сделалась актрисой, и, выступая на сцене в шекспировских пьесах, стяжала себе огромную славу. У нее на вилле была масса воспоминаний, относившихся к придворной ее жизни и к артистической карьере. Ее личные воспоминания были очень интересны и увлекательны. В Ницце я познакомилась с известным драматическим писателем Анри Кеном и его женой, рожденной Жерудон. Они оба у меня завтракали на вилле, и он написал мне в альбом несколько милых строк. Потом он нас пригласил к себе завтракать на виллу Клод и обещал угостить беф а-ля буреньон. Как он нам пояснил, мясо тушится в бургундском вине, и это действительно было замечательно вкусно. Его брат Жорж Кен был одно время хранителем музея карнавали, где собрано все, что относится к французской революции. Чаще всего за эти годы, три года, мы виделись с Иваном Решки, знаменитым тенором. Он и его брат Эдуард, обладавший прекрасным басом, были идолами публики в Петербурге в 80-х годах. И лучшего исполнения, чем когда они оба выступали в «Ромео и Джульетте», трудно было бы вообразить. Мы с ним часто встречались в театре в Петербурге, и он меня отлично помнил по сцене. Решки происходил из богатой и знатной польской семьи. Иван Решки жил на роскошной вилле в Ницце, где великолепно принимал и угощал обильными и вкусными завтраками. Он уже давно не выступал и занимался уроками пения. После завтрака к нему всегда приходил один из его учеников, которого он заставлял петь перед нами и давал ему указания, что было для нас самое интересное. Он главным образом настаивал на том, что певец должен понимать смысл того, что поет, и правильно его передавать. У Решки был замечательный аккомпаниатор, англичанин мистер Веб, обладавший совершенно исключительно музыкальной памятью. Он мог без нот играть почти все вагнеровские оперы. Этой его способностью поражался даже сам Решки. Решки был интересным собеседником, и мы очень любили бывать у них. Часто и они у нас завтракали. В доме у них была нотка грусти. Сын жены Решки от первого брака был убит на войне в 1918 году, как раз в день заключения мира. Она тяжело переносила свое горе, и при ней постоянно состоял доктор, так как она уверяла, что может ежеминутно умереть от разрыва сердца. Она выходила к столу бледная, поддерживаемая доктором, и говорила только про свое больное сердце. Иван Решки умер в 1925 году, а она его пережила. В Ницце проживала на своей вилле Оливетту княгиня Мария Радзивилл, рожденная графиня Браницкая, дочь знаменитой графини Марии Браницкой, рожденная Сапега или Браницкой. Имение Браницких Белая церковь около Киева было знаменито своими размерами и замечательными архитектурными памятниками, имевшими историческое значение. Княгиня Радзивилл была более известна под ласковым прозвищем Бешет. С ней жил ее сын Лев Радзивилл с женой Ольгой, рожденной Симолин. Княгиня Радзивилл Бешет часто приглашала нас к себе завтракать и обедать. Она бывала у нас и расписалась в моем альбоме. Мы были в Париже, когда Вове исполнился 18 июня, по новому стилю 1 июля 1923 года, 21 год. Мы хотели отпраздновать его совершеннолетие обедом и пригласили самых близких друзей. Графа Михаила Граба, Павла Демидова, графа Сергея Зубова за женой и Лору Гульд, очаровательную американку. Всего нас было 8 человек. Обед мы заказали в Шато-де-Мадрид. Как это случилось, не знаю, но мы опоздали к обеду, и гости нас ждали. Конечно, мы были очень этим смущены. Когда мы сели за стол, мой сосед, граф Сергей Зубов, сказал мне, что только что в саду ресторана потерял запонку работы Фаберже, которую он очень любил. Она была ему дорога, как память. Он предполагал, что потерял ее около нашего столика, но ее никак не могли найти. Я посоветовала ему обещать послать в Падуя Святому Антонию небольшую сумму для бедных, как делала сама в случае потери. Я рассказала ему, как в Стрельне, собирая грибы, потеряла брошку, подарок наследника, и заметила пропажу, лишь вернувшись домой. Я вспомнила совет, данный нашим старым другом Митии Бенкендорфом, и тотчас обещала послать Святому Антонию в Падуя пожертвования на бедных. И, побежав в сад к тому месту, где собирала грибы, вспомнила, как Вова вскочил мне на плечи, в то время, как я наклонилась взять грибы. Веря в чудесную помощь Святого Антония, я сунула руку в глубокий мох, который рос на этом месте, и мои пальцы ощутили потерянную брошку где-то в глубине мха. На следующий день я послала деньги в Падуя и посоветовала графу Зубову обещать, но очень искренне и с верой, послать в Падуя пожертвования, и он увидит результат. Он мне ответил, что, конечно, пошлют в Падуя деньги от всего сердца и с верой. Не успел он закончить свою фразу, как один из лакеев принес ему потерянную запонку. Она была найдена не там, где он предполагал, а на дорожке, по которой все проходили. Ее легко могли затоптать в траву или гравий. Лакей рассказал, что, идя по этой дорожке, он заметил что-то блестящее на земле. И это оказалось запонкой. Граф Зубов был в большом восторге и сердечно меня благодарил за добрый совет. После очень оживленного обеда мы всей компанией поехали в кавказский ресторан, где к нам присоединился великий князь Дмитрий Павлович. Мы взяли отдельный кабинет, откуда могли слушать музыку и видеть общую залу, где танцевали. Так отпраздновали мы совершеннолетие Вовы. Все были веселы и приняли сердечное участие в нашем семейном празднике. Осенью 1923 года, 21 октября, ко мне на виллу Алам приехал с визитом Коробчевский с женой. Когда мне доложили об их приезде, я была крайне удивлена. Если бы он приехал один, может быть, я его и не приняла бы, но мне неловко было отказать его жене в приеме. Тяжело было видеть, как этот старик, гордость и слава русской адвокатуры, вошел ко мне и чуть не бросился на колени передо мной, умоляя о прощении, что отказался прийти ко мне на помощь после переворота. Он мне стал даже жалок, как жалки были и многие другие после переворота. «Позднее раскаяние», — подумала я. Чтобы загладить свою вину передо мной, он просил меня дать ему возможность написать мои воспоминания, так как он знал меня хорошо. Но я отказалась от этого предложения. В одной из поездок в Париж я видела спектакль Александра и Клотильды Сахаровых и нашла, что в своем роде это было совершенство. Я послала им цветы с несколькими хвалебными словами по поводу их исполнения и получила от них ответ. «Позвольте нам хотя бы немного поблагодарить вас за большую радость, которую вы нам доставили. Мнение такой великой и единственной артистки, как вы, будет лучшим залогом в наших исканиях новых достижений». Потом я видела Сахаровых еще в «Экс-Салебен». Их стилизованные танцы и тщательность отделки малейшего движения, позы и костюмов, несомненно, были исключительны по вкусу и таланту исполнения. В ноябре 1925 года я приняла православие. На Пасху следующего года впервые говела и причащалась вместе с Андреем и Вовой. Я была счастлива. Хотя по рождению я была католичкой, православная вера мне всегда была близка, так как я не только часто посещала русские храмы, но и училась закону Божьему у священника, театрального училища отца Пигулевского, который впоследствии учил также и Вову. Мы оба храним о нем светлую память. В 1926 году, 2 мая, в пасхальную ночь, я пригласила к себе на виллу Алам Дягилева Корибут Кубитовича и артистов его труппы, Сергея Лефаря, Бориса Кахно, Тамару Корсавину, Петра и Федю Владимировых и некоторых других. Все собрались у меня на вилле, откуда поехали, в заказанной мною автокарах, в Ниццу, в собор, и после заутренней вернулись разговляться ко мне на виллу, где был приготовлен пасхальный стол с пасхами, куличами, крашенными яйцами, окороками и всякими другими яствами. После ужина стали танцевать. Сережа Лефарь, выпив за ужином, начал ухаживать за Тамарой Корсавиной, что очень не понравилось Дягилеву. И он положил этому конец, сказав, молодой человек, вы, кажется, слишком развеселились, пора домой. И они оба уехали в Монте-Карло. Сережа Лефарь подробно описывает эту пасхальную ночь в своей книге. В один из первых своих приездов в Париж мне посчастливилось снова встретиться с Анной Павловой на одном благотворительном вечере в Криридже. Она танцевала в этот вечер свои очаровательные маленькие вещицы. После представления я пошла ее поцеловать, и мы бросились друг к другу в объятия. Малечка, как я счастлива вас опять видеть. Давайте поставимте вместе гран-па-балета Пахита, как это было в Петербурге. Здесь, в Париже, Тата Корсавина, Вера Трефилова, Седова, Егорова, Преображенская. Вы будете танцевать главную роль, а мы все позади вас. Не правда ли, какая это будет прелесть? И это, говорила Павлова, апогей своей славы, предлагая танцевать во второй линии за мною. Трогательно это было, бесконечно трогательно с ее стороны. В этом она показала себя мировой артисткой и чудным человеком. После этой нашей первой встречи в эмиграции Анна Павлова приехала в Монте-Карло и часто бывала у меня на вилле, к завтраку или к обеду. Мы чудно проводили с ней время. Анна Павлова пригласила нас и некоторых наших друзей обедать в спортинг-клуб Монте-Карло. Обед был очень веселый, и мы вспоминали дорогое нам прошлое. Бринский театр, нашу артистическую карьеру. После обеда все решили зайти в игорные комнаты. Павлова странно по-своему одевалась. Она, собственно говоря, не носила платье, а поверх нижней юбки обматывала себя широким шарфом, который закрепляла булавками. Длинная бахрома шарфа свисала на плечи, заменяя рукава. Павлова, живая и очень нервная, любила играть, но, не полагаясь на свою память, просила двух друзей стоять возле нее и запоминать те номера, на которые она будет ставить. Ставила она очень быстро и по всему столу, а если номер был далеко и рукой она не могла его достать, то брала длинную лопатку и толкала свою ставку, сбивая по дороге чужие ставки со своих мест. Конечно, со всех сторон раздавались протесты, и все оборачивались в ее сторону. Но, узнав ее, тотчас успокаивались. Да это ведь Павлова, знаменитая Павлова. Она сконфуженно начинала извиняться и, желая поправить сдвинутые ставки, невольно, бахромой своего шарфа сдвигала другие. Это продолжалось весь вечер, но игроки охотно ей помогали с улыбкой. К концу вечера она проигралась и попросила у меня в долг тысячи франков, которые она мне вернула потом в прелестном черном шелковом бумажнике с золотой застежкой. Я бережно храню его на память о незабвенной Павловой. Когда Анна Павлова уезжала, мы все поехали ее провожать в Ниццу. Нас предупредили знакомые, что с ее отъездом всегда бывает много суеты. И это оказалось верно. Началось с того, что в вагон начали вносить бесчисленное количество ручного багажа всех видов и размеров. Павлова все пересчитывала, ошибалась, снова пересчитывала, суетилась, путалась. Все старались помочь, тоже пересчитывали, тоже путали в счете, что, конечно, только увеличивало суету. Она сердилась, а потом улыбалась. Наконец, все пришло в порядок, и все успокоились, как вдруг снова поднялась невероятная суета и волнение. «А где же клетка с моей птичкой?» – кричит Павлова. И снова все бросаются во все стороны в поисках ее клетки. Так, словно из всего багажа, эта клетка была самая драгоценная, что она имела. К счастью, клетку скоро нашли, и Анна Павлова благополучно укатила в Париж, махая нам рукой через окно. Потом я видела Павлова в Париже, когда она танцевала «Жизель» в Театре Елисейских полей. Чувствовалась ее усталость, но все же это было замечательное представление, и она была в этом балете неподражаема. Во второй картине этого балета, когда она по косой линии пересекала сцену на пальцах, держа лилию в руках, это было так бесподобно, что казалось, она движется, не касаясь земли, будто плывет по воздуху, как неземная. Вера Трефилова была первой из моих товарок, кого я встретила в Париже. Как только мне сообщили ее адрес, я сейчас же поехала к ней в гостиницу «Саввой», где она остановилась. Она замечательно молодо выглядела, и Дягилев сейчас же стал ее уговаривать выступить у него в Монте-Карло. Она давно не выступала и не работала, но так блестяще подготовилась к этому спектаклю, что когда мы ее увидели в Монте-Карло в Лебедином озере, то все были поражены ее стильным выходом, классическим поклоном и поразительным умением держать себя на сцене. Во всем была видна наша школа, благородство в движениях, изящество поз. Одним словом, тот класс, которого здесь давно не видали и отвыкли видеть. Она была исключительно хороша в этом балете, и он по справедливости считался ее лучшим. После нее все, которые выступали в Лебедином озере, не могли даже с ней сравниться. Любу Егорову я всегда очень любила, и со дня ее выхода из училища она у меня часто бывала. Иногда гостила и даже ездила со мной в Вену в 1908 году. После первого неудачного брака с Мамонтовым она вышла замуж за большого друга первых дней моей юности, князя Никиту Сергеевича Трубецкого. В эмиграции она открыла студию танцев и великолепно ее поставила. Смело могу сказать, что она является лучшей в Париже, о чем я могу судить по ее ученицам, которые иногда ко мне заходят. У всех видна прекрасная школа. Ноги и руки поставлены как следует, и исполнение выдержано в духе нашей императорской школы. Егорова гостила у меня на веле Алам, когда выступала у Дягилева, и жила у меня со своим мужем, князем Трубецким. На юге Франции обосновалась и Юлия Николаевна Седова. Она часто бывала у меня со своими друзьями, уже взрослыми дочерьми. Своими двумя уже взрослыми дочерьми. Она открыла свою школу в Каннах. 28 апреля 1928 года ко мне приехала на виллу Алам Зоя Инкина. Я так была счастлива, когда она мне накануне позвонила. Я рада была узнать, что она жива, ведь она была подругой детства Вовы. Я хорошо узнала всю ее семью. Я с нетерпением ждала ее, чтобы узнать о судьбе моей шкатулки с письмами Ники, которые я им дала на хранении перед отъездом на Кавказ. То, что она мне сказала, нанесло мне ужасный удар. У них на квартире часто производились обыски. Ее мать была арестована. Хранение письм становилось опасным, и они были вынуждены сжечь их. Я многое потеряла. И состояние, и дом, и драгоценности. Лишилась счастливой и беззаботной жизни. Но из всего потерянного я ничто так не оплакиваю, как эти письма. Ведь тогда была еще надежда, что многое вернется. Но этих писем, дотла сгоревших, вернуть нельзя, как нельзя их изменить. А эти десять лет я все время мечтала когда-нибудь их снова увидеть и перечесть, вспомнить мечты и переживания ранней юности. Теперь все это рухнуло. Я потеряла самые драгоценные воспоминания, свято хранившиеся у меня. Даже теперь, более двадцати лет спустя, когда я вспоминаю мою встречу с Зоей, так тоскливо и грустно становится на душе. Мой брат Юзик Шесинский остался после переворота в Петербурге. И до войны я могла свободно с ним переписываться и посылать его. Сначала через Хуверовскую организацию, а затем через различные агентства, пищевые и вещевые посылки. Он был тогда второй раз женат на Целине Спрешинской и имел двух детей, сына Ромушку и дочь Целину. Он на свою судьбу не жаловался, писал, что к артистам относятся хорошо и что живет он на своей старой квартире. Но мне хотелось все же, чтобы он со своей семьей приехал ко мне во Францию. Дягилев помог мне в этом деле, дав письмо, в котором он приглашал брата поступить в его труппу. На этом основании мне удалось получить для него визу во Францию. Я даже послала ему денег на проезд через Финляндию. Но брат ответил, что предпочитает оставаться в Петербурге, повторив, что артисты занимают исключительно привилегированное положение, их ничем не стесняют, а главное, он не желает расставаться с дорогими, до него воспоминаниями, которыми он окружен у себя. Он писал, что хотя оставил сцену, ему разрешили справить свой артистический юбилей, и он был счастлив в этом. Его дочь Целина окончила балетную школу и уже танцевала на мариинской сцене. Судя по присланным фотографиям, она очень на меня походила. В школе, по его словам, считали, что на сцене она своими танцами напоминает меня. Затем он мне написал, что Целина вышла замуж за одного инженера, уехала в Сибирь и оставила сцену, а Ромушка пропал без вести. При каких обстоятельствах, он не сообщал. Последнее от него письмо я получила в самом начале 1940 года. Много-много лет спустя я узнала, что мой бедный Юзи и его третья жена погибли во время осады Ленинграда немцами в 1942 году. Наверное, от голода и холода. Никаких подробностей не знаю, где он похоронен, да и существует ли его могила. Его молчание после войны примирило меня с мыслью, что его нет в живых, но все же весть о его кончине повергла меня в большую грусть. Сергей Павлович Дягилев обратился ко мне с просьбой показать Вере Немчиновой, как исполняли «Лебединое озеро» на сцене Бринского театра в Петербурге. И я довольно часто ездила ради этого в Монте-Карло заниматься с нею. У нас вошло в традицию, когда мы жили на юге Франции, проводить в Каннах последние три дня страстной недели, чтобы иметь возможность два раза в день присутствовать на церковных службах в тамошней нашей церкви. Андрей и Вова говели и в субботу приобщались к святых таинствам. Мы оставались на пасхальную за утренню, а потом возвращались домой в Кагдай разговляться. Я принадлежала к римско-католическому вероисповеданию, как вся наша семья, и ходила в свою церковь. Мне хотелось причащаться в одной церкви с Андреем и Вовой, и я решила перейти в православие, которое мне с детства близко, так как в театральном училище мы все ходили в нашу школьную православную церковь. Отец Остраумов меня подготовил очень сердечно к этому событию, которое совершилось 27 ноября по новому стилю 9 декабря 1925 года в нашей Каннской церкви. Он совершил обряд, после чего была отслужена обедня, и мы все трое вместе приобщались к святых таинствам. Я была очень счастлива, что отныне принадлежу к той же церкви, что Андрей и Вова. Я часто принимала у себя на вилле видных представителей эмиграции в Ницце. У меня бывала Капитолина Николаевна Макарова, вдова адмирала Макарова, погибшего 13 апреля 1904 года в порт-Артуре на броненосце Петропавловск, который взорвался на мине. На том же корабле находился и великий князь Кирилл Владимирович, который чудом спасся вместе с 20 матросами из общего состава команды 880 человек. Бывал у меня также Александр Александрович Масолов, долгое время бывший начальником канцелярии Министерства императорского двора, а одно время нашим послом в Румынии. Я их обоих очень любила, они оба были очень умные, полные жизни и энергии не полита. Однажды после обеда у меня они вздумали станцевать мазурку. Как в доброе старое время. И действительно, великолепно ее исполнили, с большим блеском, огнем и шиком. О капитолине Николаевне Макаровой, или как ее все называли просто капитолине, так как другой капитолины не было, рассказывали много анекдотов, когда адмирал Макаров был главным начальником Кронштадтского порта. Он своим великолепным видом, она своим великолепным видом затмевала своего мужа. Все только видели ее, она была первая. Но она это делала с огромным тактом и блеском, не задевая этим самым самолюбие своего мужа. Напротив, от этого он только больше выделялся. Она была персоной. Это все видели и бесспорно признавали. Конечно, все это давало повод к разным анекдотам на ее счет, но доброжелательным и безобидным. Даже теперь в эмиграции она держала себя с большим достоинством на всех церковных и официальных торжествах, становилась впереди всех и первая подходила к кресту. Однажды английский адмирал пригласил ее к себе на корабль пить чай. Она согласилась, но только с тем, чтобы ей отдали те же почести, которые полагались ее покойному мужу, как адмиралу русского флота. На пристани ее ожидала шлюпка с матросом у руля. Она отказалась сесть в эту шлюпку и приказала передать адмиралу, чтобы за ней прислали шлюпку под командою офицера, что ей было исполнено. Она любила говорить, что она вдова адмирала Макарова, и никто не должен этого забывать. Последний раз я ее видела, когда приехала из Парижа на юг. Она все еще замечательно выглядела и продолжала держаться очень величественно. Александр Александрович Масалов был уже в то время пожилым человеком. В молодости он принимал участие в Турецкой войне 1877-1878 годов. Потом командовал личным конвоем князя Александра Ботенбергского-Болгарского. Служил в конном полку, после чего был начальником канцелярии Министерства императорского двора. Под старость он женился. Здесь, в Монте-Карло, я вновь встретила своего старого друга, известного импресарио Рауля Гюнсбурга. Мы его знали в Петербурге с давних пор, когда он привозил французскую оперетку. Затем он стал импресарием в Монте-Карло и, наконец, директором оперы в Монте-Карло. Во время Турецкой войны он сперва выступал в Бухаресте в оперетках и пел шансонетки. Он описывает в своих воспоминаниях, как поступил санитаром в российский Красный Крест. Под Никополем, подбирая раненых, он заметил, что Редут слабо охраняется противником. И, недолго думая, крикнув «Ура!», бросился с другими санитарами вперед, увлекая этим за собой всю боевую линию. И Никополь был взят. Он не утверждал, что взял Никополь, а только рассказывал, что способствовал. С тех пор он стал преданным другом России и в ответ на вопрос императора Александра III, чем он может его отблагодарить за взятие Никополя, ответил. «Ваше Величество, протяните руку Франции», после чего принял самое деятельное участие в заключении Франко-Русского Союза. Он любил рассказывать это во всех подробностях, за достоверность которых никто ручаться не мог. Но слушать его было всегда интересно. Он очень любил великого князя Владимира Александровича, и эту любовь перенес на Андрея. Еще в 1895 году он пригласил меня танцевать в Монте-Карло на несколько спектаклей. Очень за мной тогда ухаживал и ходил влюбленный под окном моей гостиницы. Он часто приглашал нас завтракать в отель «Де Пари», и у него бывало вкусно и весело, так как он приглашал всегда кого-либо из первых артистов в своей оперной труппе и других интересных людей. Он заводил интересные разговоры с театрального и литературного мира, говорил умно и занимательно, а завтраки его бывали очень оживленными. Рауль Гюнсбург был гастрономом, сам придумывал новые блюда, ходил на кухню, следил за их приготовлением, и возбуждал у гостей аппетит своим рассказом об ожидаемых яствах и о винах его погреба. Но как только наступал час репетиции, он вставал из-за стола и шел в театр, чтобы самому за всем смотреть и давать указания. Он был композитором, и его оперы шли с успехом. У него была одна замечательная черта, которую артисты ценили. Он редко заключал контракты, его слово было сильнее всякого контракта, и никто не мог пожаловаться, что он своего слова не сдержал. Когда он выдавал свою дочь замуж, то пригласил нас на несколько дней до свадьбы на семейный обед, чтобы познакомить с женихом. Обед был очень курьезный. Начать с того, что все шкафы в столовой были полны вовсе не посуды, как это можно было ожидать, а бутылками. Когда мы сели за стол, хозяин спросил, что мы будем пить, и, повернувшись назад к ближайшему шкафу, открыл дверцы. Мы увидели ряд бутылок. Он стал вынимать одну за другой и остановил свой выбор на бордо. Он сказал при этом, что пить следует исключительно красное бордо, объяснив это на свой лад, но так, что неудобно повторить. И мы все засмеялись. Блюда также были своеобразные, и каждая сопровождалась пояснениями, как готовили и какое надо к этому блюду пить вино. Но сладкое нас наиболее заинтриговало. Принесли в глубоком сосуде большой ананас, затем сахарницу с мелким сахаром и огромный кухонный нож. Проверив, все ли на месте, он повернулся к шкафу, вынул оттуда бутылку с коньяком и верил ее откупорить. Потом левой рукой взял ананас за верхушку и стал ножом очищать его от корки с черными гнездами. Когда ананас был совершенно очищен, он стал вилкой выковыривать куски в тех местах, где были гнездышки, получались маленькие пирамидальные формы кусочки, которые он складывал в сосуд. Весь сок от ананаса таким образом стекал туда и не терялось ни капли. В сосуд он ввлил очень много коньяков, посыпал сахаром и получилось замечательное, вкусное, но пьяное блюдо. Он предупреждал, что сок нельзя пить стаканами, а то опьянеем. Но смоченные в коньяке кусочки ананаса не представляют опасности. После обеда Рауль Гюнсбург отозвал Андрея в сторону и сказал, что просит передать как бы от себя приготовленный им подарок дочери, так как знает, что в теперешних обстоятельствах Андрей не может делать ценных подношений, но он хотел, чтобы невеста имела лично от Андрея свадебный подарок. Такому старому другу отказать в его просьбе было нельзя, тем более, что предложение Рауля было сделано от чистого сердца. Он подозвал дочь, и Андрей передал ей подарок. Через несколько дней мы присутствовали на свадьбе дочери в синагоге. Рауль Гюнсбург был всегда нашим верным и преданным другом, и мы о нем вспоминаем с большой любовью и благодарностью. Великий князь Дмитрий Павлович очень часто бывал у меня в Кагдай. Наша давнишняя дружба все более креплая, и мы чаще стали встречаться, правда, в совершенно иных условиях. Он приезжал на юг обыкновенно к весеннему сезону или осенью и жил у знакомых. Раз он приехал погостить у меня несколько дней. Он тогда жил в Каннах на вилле известного богача сэра Мортимера Дэвиса, жена которого была известная красавица. Его слуга надеялся, что великий князь у меня отдохнет, так как в Каннах он каждый вечер выезжал и почти что не спал совсем. Как раз в это время у меня на вилле жили князь Эристов, князь Никита Трубецкой и полковник Кульнев. По вечерам после обеда мы ездили в Монте-Карло, в спортинг-клуб. Мы с Андреем возвращались рано, а Дмитрий Павлович с моими гостями оставался иногда до утра. Так Дмитрий Павлович и не отдохнул у меня, как надеялся его слуга. Весною, когда мы приехали в Париж, мы с Андреем пригласили на обед в ресторан Арменанвиль великую княгиню Марию Павловну с ее мужем, князем Путятиным, великого князя Дмитрия Павловича, графиню Зерныкау и полковника Кульнева. В последнюю минуту что-то задержало великого князя Дмитрия Павловича, и он обещал присоединиться к нам позже. Мы поехали в модное кафе Акасия выпить вина и потанцевать. Здесь к нам присоединился Дмитрий Павлович, и мы все вместе поехали в Пале-Рояль, где в подвале было кабаре. Мы приехали рано, никого еще не было, и оркестр играл для нас русские вещи. Мы заказывали, что хотели. Потом приехали две английские супружеские пары и стали просить оркестр играть американские мотивы. И мы продолжали, а мы продолжали просить русские. Англичане были этим недовольны. Мы уговаривали великую княгиню нам спеть что-нибудь, она долго колебалась, а потом согласилась под условием, что я станцию потом русскую. На этом мы помирились, и великая княгиня чудно спела роман с калитка, а я затем станцевала русскую. Только что я кончила, оба англичанина встали из-за стола и, держа в руках по стакану вина, подошли к нам и, став на колени, просили принять от них вино в знак восторга от нашего исполнения. Это было так трогательно, что мы все объединились в общем веселье, которым и закончился этот чудесный вечер. Несколько лет спустя, 8-го по ному 21 ноября 1926 года, Дмитрий Павлович женился в Биорице на мисс Одри Эмери, очаровательной, красивой американке, которую мы все сердечно полюбили. Мы с ней познакомились вскоре после их свадьбы в Монте-Карло, в отель де Пари, где они тогда жили. В следующий сезон они наняли себе виллу в Канна, где мы у них часто бывали к обеду. Это была такая красивая и элегантная пара, что можно было просто на них любоваться. С первого дня нашей эмигрантской жизни вопрос о хлебе насущном нас очень тревожил. Мы все выехали совершенно нищими, потеряв в России все, что имели. Первое время, заложив мою виллу, мы могли немного обернуться. После кончины великой княгини Марии Павловны Андрей получил, и то с большим опозданием из-за всевозможных процедур, свою долю драгоценностей. Но благоприятное время для ликвидации камней было упущено, и вырученная сумма оказалась гораздо ниже прежней оценки. Из этого пришлось еще выплатить наследственную пошлину. У Андрея была надежда ликвидировать свое недвижимое имущество, находившееся на территории Польши. Но при определении новой границы эта часть Польши отошла к СССР. Таким образом, рухнула и эта надежда. Рассчитывать было больше не на что, и я решила открыть в Париже студию танцев, чтобы попытаться этим способом обеспечить нам всем кусок хлеба. Что я умела хорошо танцевать, я знала, но сумели ли я преподавать танцы другим, я совершенно не знала и даже несколько сомневалась в этом. Но выбора не было, надо было на это решиться. Осенью 1928 года я поехала с Андреем в Париж подыскать помещение для себя и для студии. Агентства, к которым я обратилась, возили меня по всему Парижу, чего только я не пересмотрела за это время. Для себя лично я искала что-либо непременно с садом, так как у меня были фоксики, которым надо было где-нибудь погулять. Да и сад представлял для нас много удобств. Соединить студию с нашей жилой квартирой было трудно. Чтобы отделить студию от наших комнат, надо было бы снять очень большое помещение, что было бы дорого, или же надо было найти разные поблизости друг от друга. После нескончаемых поисков студию я нашла в недостроенном еще доме и закрепила ее контрактом. Но для себя ничего подходящего не находило. Мой агент был в полном отчаянии и, исчерпав все, что мог показать, заявил с грустью, что остается только один небольшой домик, но просил на него не седовать, если дом не понравится. Он был почти уверен, что мы только зря прокатимся туда, и потому до сих пор его и не показывал. Мы решили все же поехать посмотреть и отправились туда. Въехав в ворота виллы Молитор, такси остановилось у калитки небольшого сада, в глубине которого возвышался трехэтажный домик. Садик сразу произвел благоприятное впечатление. Высокие каштаны, кустики и цветы. Вошли в дом. В то время в нем был устроен пансион, и приемные комнаты в нижнем этаже были просто, но уютно меблированы. Обошли все комнаты. В трех этажах нашли три ванные комнаты, что редкость в Париже, три уборные. Количество комнат как раз соответствовало нашим требованиям. Был хороший высокий подвал с кухней и комнатами для прислуги. День был солнечный. Дом и сад нам так понравились, что мы решили, что лучшего искать не надо. И нам было хорошо, и для собак был сад, что требовалось. Мы поручили агенту сейчас же войти в переговоры с хозяином дома и выяснить его условия. Ответ хозяина был неблагоприятный, и он ни за что не соглашался сдавать дом иностранцу. Не помню сейчас как, но после длительных переговоров его в конце концов уговорили, и мы условились с его управляющим встретиться у нотариуса для подписания контракта. Когда мы все торжественно собрались и уселись у нотариуса для чтения и подписания контракта, управляющий делами сообщил нам в соответствующей грозной физиономии, что в эту ночь хозяин скончался, но прибавил уже деловым тоном, что имеет полномочия подписать за покойного контракт. Андрей, не оспаривая прав управляющего, предпочел отложить подписание, пока управляющий не получит полномочий от живых наследников, а то как-то неудобно подписывать контракт с покойником. Через несколько дней все формальности были выполнены, контракт подписан. Мы еще несколько раз приезжали на виллу для составления инвентаря и выяснения, какой ремонт надо произвести. Каждый раз дом нам все более и более нравился. Я была счастлива, что нашла себе виллу по душе. Закончив все дела в Париже, мы вернулись домой в Кабдай, чтобы уложить все, что посылали в Париж. Я надеялась вернуться в Париж к концу года, чтобы успеть открыть студию и начать работу, во время зимнего сезона. Но у меня не хватило средств на переезд и на необходимый ремонт дома. После бесконечных хлопот и многих неприятностей, о которых теперь не стоит вспоминать, мы смогли наконец выехать из Кабдай 22 января, по-новому, 4 февраля 1929 года. На следующий день, 23 января, то есть 5 февраля, прибыли в Париж и поселились в номер 10, вилла Молитур, 16-й, Арондисмо. Телефон 34-38 был уже поставлен. По поводу моего переезда в Париж, многие со злорадцем утверждали, что я проиграла в Монте-Карло все свое состояние. Одно верно, и я это не отрицаю, я всю жизнь любила играть, но никогда не играла крупно, в особенности в казино, даже и ранее, когда я обладала средствами и могла себе это позволить. Как все игроки, я проиграла, но это были сравнительные пустяки и далеко не те миллионы, как хотели утверждать, и каких у меня и не было. Глава 42, 1929-1950. Четверть века в Париже. Переехав в Париж уже окончательно, я первым делом занялась устройством своей студии. Но оборудование студии требовало известных затрат, а следств у меня на это не хватало. И если я смогла это сделать, то только с помощью моих друзей, среди которых Иван Иванович Махонин, занимает особое место. Он был женат на Наталье Степановне Ермоленко-Южиной, которая исполняла весь вагнеровский репертуар на императорской сцене. Сам он был очень хорошим скрипачом, прекрасным певцом и любителем музыки. Постоянно посещая театры, Махонин был знаком со всеми выдающимися артистами и музыкантами. Меня он знал и ценил еще со времени моей службы в Мариинском театре и широко пошел мне навстречу в моем новом начинании. Устройство и оборудование студии потребовало более двух месяцев. Надо было заказать и установить палки для упражнения, провести электричество, окрасить стены и купить самую необходимую мебель. Только к концу марта студия была готова. Мы попросили митрополета Евлогия отслужить молибен и окропить помещение студии Святой Водою. Еще год назад, когда я только что наняла студию и приехала наметить ремонт, я встретилась с митрополитом Евлогием в подъезде этого дома, и мы оба друг другу задали один и тот же вопрос. А что вы тут делаете? Митрополит мне ответил, что он был в русской семье, которая живет наверху, а я ответила, что устраиваю студию, где буду давать уроки танцев. Он заинтересовался моим проектом и на прощание просил непременно его позвать осветить студию. Вот почему я его и попросила. Освещение состоялось 13 паномы 26 марта 1929 года. На это торжество я пригласила только самых близких друзей, которые помогли мне найти помещение и сочувствовали моему начинанию. 6 апреля я начала занятия в студии и дала свой первый урок. Первой ученицей, которая поступила ко мне, была Татьяна Лепковская, родная сестра Лидии Лепковской, знаменитой нашей оперной певицы. Таня Лепковская, как мы все ее звали, была моим талисманом. Она принесла студии счастье, и в память этого ее портрет всегда висит на том же месте, что и в первый день. По спискам студии Таня значится под номером первым. Конечно, время для открытия студии было неудачное. Учебный сезон был на исходе, и все, кто учился танцем, занимались в других студиях. В этот первый период, с апреля по июнь, учениц поступило мало, но зато это дало мне возможность проверить себя, смогу ли я давать уроки. Я убедилась, что справлюсь, и даже хорошо справлюсь, и уже с полной уверенностью готовилась к началу осеннего сезона, когда я ожидала наплыва новых учениц. Сергей Павлович Дягиль вдавал в 1929 году свой весенний сезон в Париже с 22 мая по 12 июня в театре Сара Бернар. За это время он несколько раз бывал у меня, и мы с ним болтали, сидя в саду. Разговаривать с ним было всегда интересно. Потом он уехал в Лондон на летний сезон, в Ковенгарден, а мы уехали в Руайя, где совершенно неожиданно получили известие о его кончине в Венеции 19 августа 1929 года. Ему было всего 57 лет. В лице Дягилева я потеряла старого и чудного друга. Несмотря на нашу короткую ссору, он остался до конца тем же, каким он был со мной с первых дней нашего знакомства, и он знал, что я его искренне любила и ценила его дружбу. Дягилев был несомненно крупной, выдающейся фигурой, большим русским барином и в своем роде самородком. Он был тонким знатоком в области искусства и литературы, понимал балет и любил его. На тему о балете мы с ним немало говорили, и я хорошо знала его взгляды на наше искусство. С ним разговаривать было одно наслаждение. Так он был интересен и увлекателен. То, что Дягилев сделал для русского балета, несомненно, его заслуги огромны, в особенности в смысле ознакомления Европы с русским императорским балетом и в связи с этим с русской музыкой и русскими художниками-декораторами. Вначале Дягилев действительно показал Европе настоящий русский балет, точнее говоря, императорский русский балет, так как он повез с собой в Париж труппу, набранную исключительно из артистов императорских театров с декорациями и костюмами также императорских театров. Роскошь, которую не могла бы себе позволить ни одна частная антреприза. Первым его балетмейстером был «Фокин» – чудные постановки, которого останутся в истории балета как выдающиеся произведения в области искусства. Но постепенно репертуар Дягилева стал заметно меняться. Продолжая ставить балеты классического характера, он одновременно стал ставить новые, фокинские. Он ставил и такие балеты, которым не было бы места ни на императорской сцене, ни даже в частном русском балете, и о чьих достоинствах было много споров, продолжающихся до сих пор. Число русских артистов стало после Первой мировой войны постепенно уменьшаться. Труппа пополнялась иностранными артистами, но чтобы спасти, как говорится, «фасад», им давали русские фамилии. Балет перестал быть русским, осталось лишь название. Незадолго до его кончины я спросила как-то Дягилева, как он, такой тонкий знаток и любитель настоящего русского балета, мог дойти до таких постановок, на мой взгляд, безобразных, какие он ставил за последнее время. Ответ Дягилева я не хочу передавать гласности. Наш разговор был совершенно частным и интимным. Дягилев дал мне совершенно ясно понять, почему он пошел по этому пути, отступив от традиции русского классического балета. Это не зависит ни от его вкуса, который не изменился, ни от его желания, а от совершенно иных соображений. Я была счастлива убедиться, что мой старый друг не изменил своего взгляда на искусство, но должен был давать и другие балеты. Осенью 1929 года я впервые встретилась в эмиграции с князем Волконским через 28 лет после его ухода с поста директора императорских театров в связи с нашим столкновением из-за фижем костюма Камарго. Мы встретились в каком-то театре во время антракта, как будто между нами ничего не произошло и даже чуть-чуть не бросились друг к другу в объятия, так оба были рады. С этого дня мы стали большими друзьями и часто виделись. Он запросто заходил ко мне в студию посмотреть на мои уроки. Также запросто он приходил ко мне завтракать, всегда с букетиком цветов в руках. Он в это время писал рецензии в газетах, давая отчеты о новых пьесах и фильмах, всегда очень интересные и красиво написанные. Однажды мы с ним заговорили о давнем столкновении. Я ему чистосердечно объяснила, что на самом деле тогда произошло. Сказала, что лично его я совершенно не виню, а вина падает на тех, кто в неправильном свете докладывал ему о том, что происходило, с целью возбудить его против меня. Если бы он тогда знал всю правду, как теперь, то, наверное, так бы не поступил. Как умный и тонкий человек он понял бы мое положение артистки, несшие ответственность за балет. Я ему доказала массу примеров, что всегда подчинялась требованиям начальства и могла служить в этом отношении примером для других. Князь вполне согласился с моими доводами и сознался, что он совершенно иначе представлял себе вопрос с костюмом в балете Комарго. Ему доказывали, что Кшесинская назло ему отказывается надеть фижмы, что это каприз, на который не стоит обращать внимание, а надо ей просто отказать. Он искренне сожалел, что поверил, а не вызвал меня к себе, что было так просто, и никакого инцидента не было бы. Прошлое было забыто, и мы стали друзьями. Он часто запросто приходил завтракать или обедать и поболтать. Он был на редкость образованным и культурным человеком, знаток музыки и прекрасный пианист, артист, изучивший дикцию в совершенстве. Он часто принимал участие в любительских спектаклях и играл превосходно. Как-то раз мы разговаривали о мимике. Он находил, что мимику недостаточно хорошо преподают, и зачастую артисты делают жесты, несоответствующие слова. Нужно, говорил князь, чтобы ученицы научились владеть своими руками настолько свободно, что их не затрудняли бы движения, которые сопровождают декламацию. Тогда я попросила его прочесть несколько лекций в моей студии, на что он охотно согласился. И 28 ноября 1929 года прочитал свою лекцию для моих учениц и для некоторых приглашенных. Темы князь выбрал о движении танцевальном, мимическом и музыкальном мимическом. Лекция сопровождалась демонстрациями. Князь Волконский, посещая после этого несколько лет подряд мою студию, одобрил мое преподавание, так как оно соответствовало его взглядам. Он это выразил в блестящей статье после выступления моих учениц в Международном архиве танца 21 апреля 1935 года. Архив танца просил меня публично показать технику моего преподавания и достигнутые мной результаты с моими ученицами разных возрастов и сроков обучения. «Я наметила шесть учениц, начиная с самой маленькой, недавно ко мне поступившей, и кончая старшей». Вот что писал тогда князь. Когда Кшесинская, очутившись в положении беженки, открыла свою студию и с балетной звезды, в кавычках, превратилась в профессора и воспитательницу, она поразила неожиданно обнаруженными ею педагогическими способностями. Преподавание обычно мало дается тому, кто им начинает заниматься в зрелом возрасте без тренировки. Это есть в известном смысле новая жизнь и требуется для нее особенный талант. Этот талант оказался присущ самой природе нашей балерины. Надо сказать, что среди наших балетных артисток Кшесинская сравнительно меньше других танцевала за границей. Ее имя перешло границу в ореоле прошлого. Европа приняла ее скорее на веру, чем на основании личного наблюдения. Зато ее педагогическая деятельность, ее воспитательное достижение – это уже осязаемый факт на глазах современников, развернувшийся и завоевавший несомненное, своеобразное, очень индивидуальное и авторитетное место в балетном деле. Только те, кто бывал в студии княгини Кросинской, кто присутствовал на уроках, может оценить степень той воспитательной работы, которую вкладывает она в свое дело. Больше всего поражало меня параллельное развитие техники и индивидуального ощущения красоты. Ни одно из упражнений не ограничивается сухим воспроизведением гимнастических технических задач. В самом, казалось бы, бездушном есть место чувства, грации, личной прелести. Как лепестки цветка раскрываются те стороны природы, которыми один характер не похож на другой. Не в этом ли истинная ценность исполнительского искусства, когда то же самое производится по-разному? Техники можно научить, этим в наши дни не удивишь, но выявить природное, направить чужое, внутреннее, по тому пути, который каждому по-своему свойственен, это тот педагогический дар, которому тоже научить нельзя. Все это из интимной обстановки студийного урока было вынесено на глаза публики в тот вечер, на котором мы присутствовали в стенах архива танца. Шесть учениц самого разнообразного возраста были представлены в последовательном ряде упражнений под фортепианное сопровождение. Все упражнения начинались у стойки, у того горизонтального бруса, пределанного к стене, который для многих подставляется символом бездушия и рутины, и от которого, однако, пошла вся слава классического балета. На этот раз брусок был не горизонтален во внимание к разному возрасту учениц, младший из которых едва шесть лет. Они все начинали с простейших батманов и кончали вихревыми фойте, которые мы принимали, принимались считать, но которым скоро теряли счет, ибо нас ошеломлял восторженный порыв маленьких исполнительниц. Ошеломлял и восторг публики, которая, начиная с восьмого такта, разоражалась борными рукоплесканиями, не прекращавшимися вплоть до начала нового номера. Вечер прошел с большим успехом и, конечно, составит одну из лучших страниц в летописи Международного архива танца. В том ее отделе, которым озаглавлен Россия, князь Сергей Волконский. Вскоре после этого князь Волконский женился на американке, с которой он нас познакомил еще задолго до свадьбы. Мы все были очень рады за князя, так как это давало ему возможность последние годы своей жизни прожить не в одиночестве, а то последнее время ему было тяжело. Затем он приехал в Америку. В октябре 1937 года мы получили из Америки известие, что князь скончался. На выраженное мной Андреем соболезнование его вдове она очень сердечно ответила и прибавила, что ее покойный муж еще незадолго до своей кончины вспоминал нас обоих и наше доброе отношение к нему. Для меня было большим утешением узнать, что он ушел в виной мир, действительно примирившись со мною. Через год после открытия моей студии Анна Павлова, выступавшая в это время в Париже, попросила позволения приехать ее посмотреть. Я, конечно, предупредила моих учениц, что Анна Павлова будет в студии в такой-то день, чтобы все собрались ее встретить. Мне хотелось, чтобы мои ученицы, которым не пришлось видеть ее на сцене, видели бы ее у меня. Они ее встретили с цветами, она просидела весь урок, а когда урок кончился, она меня расцеловала и сказала, а я думала, что вы не способны работать, что это только одно воображение, но теперь я вижу, что действительно можете преподавать. Это был последний раз, что я видела Анну Павлову. Она вскоре уехала в турне со своей труппой. В январе следующего года, 1931, в то время, когда Андрей лежал тяжело больной в госпитале и жизнь его была в опасности, я получила известие, что Анна Павлова опасно заболела в Гааге. Ее постоянным врачом был доктор Залевский, который лечил и Андрея. Да, Андрея, муж Павловой, телеграфировал мне, прося отпустить доктора Залевского ввиду опасного положения Анны Павловой. Я не считала себе вправе отказать, тем более, что Андрея лечили и другие доктора. И Залевский 20 января выехал в Гаагу на три дня. Конечно, я скрыла истинную причину его отсутствия, чтобы не волновать Андрея, который так и не догадался об этом. Но, несмотря на все принятые меры и приезд доктора Залевского, не удалось спасти Анну Павлову, которая 23 января скончалась. Андрей очень ее любил, и мы скрыли от него эту печальную инвестию. Мы не давали ему читать газеты во избежание волнений. И лишь несколько месяцев спустя Андрею случайно попалась забытая у его постели газета, из которой он узнал о кончине Анны Павловой. Тело Анны Павловой было перевезено в Лондон, где состоялось торжественное отпевание в русском храме, после чего тело было сожжено в крематории и пепел помещен на кладбище Колдерс-Грин. Прошло много лет с тех пор, и мне пришлось прожить в Лондоне три недели в гостях как раз недалеко от того дома, где жила Анна Павлова. Проходя однажды мимо этого дома, окружавший дом, посмотрела на пруд, где некогда плавал красавец Белый Лебедь, с которым Павлова снято, зашла в дом, где жила, ходила и занималась наша Павлова, а потом пошла поклониться ее праху на местном кладбище, тут же недалеко. Белая мраморная урна, высокая и стройная, как сама Павлова, хранит драгоценный пепел. Кругом все только белые цветы, просят других не возлагать, написано на дощечке. Видно было, что чья-то очень любящая рука убирала цветы, все свежее и красиво расставленное. Пришла я сюда поклониться праху великой нашей русской артистки, имя которой не забывается во всем мире, где ее любили и ценили. Мне показали в Лондоне то место, где предполагали воздвигнуть ее памятник среди цветов и роз в одном из городских парков. Когда я думаю об Анне Павловой, мне вспоминается рецензия Сергея Маковского по поводу исполнения Павловой роли Жизели. «Неотразимая, огненно гибкая, пишет Маковский, и легкая, как пушинка, танцует Жизель Анна Павлова. Этим многое сказано. Анна Павлова никогда не изумляла техника, она покоряла вдохновением. Ее не хотелось и прежде разбирать по косточкам. Грехов было много всегда. Хотелось только восхищаться ею, забыв о хореографических прописях, отдаваясь наваждению таланта Божьей милостью. Спектакль состоялся 9 мая 1930 года в Театре Елисейских полей. Рецензия была напечатана в Возрождении, дом Павловой в Лондоне Ivy House на Голдерс Грин, а ее любимого лебедя звали Джек. Анна Матвеевна Павлова вышла из Императорского театрального училища 1 июня 1899 года. Родилась она 31 января по новому стилю 12 февраля 1882 года в Санкт-Петербурге. В последние годы Вера Трефилова была постоянно больна, но продолжала давать уроки танцев, несмотря на то, что по вечерам температура подымалась почти что до 40 градусов. Но вот вдруг я узнала, что ей стало так плохо, что ее свезли в больницу. Я стала почти каждый день ее навещать, хотя мне это было очень трудно, с больной ногой подыматься по госпитальным лестницам. Я привозила ей цветы, что она очень ценила. Она так изменилась, что когда я в первый раз приехала в госпиталь, я долго не могла ее найти в палатах, куда заглядывала, пока сидевшая у ее постели дама, узнав меня, не сделала мне знак, что тут лежит Вера Трефилова. Перед отъездом в Дакс, куда я ехала лечить свою ногу, я зашла проститься с Верой и привезла ей букет роз, который она приложила к своему лицу, жадно вдыхая аромат цветов. Когда настал момент прощаться, я наклонилась к ней, она обхватила мою шею своими исхудалыми руками и благодарила меня за проявленную к ней ласку, прибавив, что никто из ее прежних товарищей по сцене к ней так не отнесся, как я. Я знала, что я больше ее не увижу, но старалась ее подбодрить, говоря, что когда я вернусь из Дакса, то она уже поправится, и мы вместе еще к днем. Это было, как теперь помню, в среду 7 июля 1943 года. На следующий день я выехала в Дакс, а 11 июля Вера Трефилова скончалась. Я не могла, конечно, быть на ее похоронах 14-го, но просила Сережу Лефаря возложить на ее гроб от меня венок. Вера Александровна Трефилова вышла из Императорского театрального училища 1 июня 1894 года. Когда осенью 1939 года я прожила около двух недель близ Вианы и побывала в Женеве, я мечтала съездить и навестить Вацлава Нежинского, который находился в Швейцарии в санатории. Все попытки вернуть ему память были тщетными. Даже когда Дягилев его привез в театр на представление Петрушки, потом повел на сцену и он встретился с Корсавиной. Он никого не узнавал и не замечал того, что происходило кругом него. Но я надеялась, что меня он все-таки узнал бы. Ведь я была первая, которая взяла его к себе партнером, когда он только что вышел из школы. Он этого не забыл и всегда трогательно ко мне относился. Навестить мне его тогда не удалось, так как разразившиеся вскоре события, война, заставили меня поспешно покинуть Эвиан и вернуться в Париж. Нежинский умер в Англии и много лет спустя, после его кончины, его вдова Рамола рассказала мне, что незадолго до смерти Васлов настолько поправился, что стал уже почти нормальным, вспоминал прошлое и меняя и часто повторял мое имя Маля-Маля. Это заставило меня думать, что Нежинский был, может быть, излечим, и я горько жалела, что я так и не могла его навестить, когда он жил в Швейцарии. Я не могла быть на его похоронах в Лондоне. Большим утешением для меня было присутствовать на перенесении его тела в Париж, куда его гроб был доставлен из Англии и похоронен на кладбище Мон-Мартр-Норд, где также покоятся останки знаменитого танцора Вестриса. Собралось много народу отдать ему последний долг, много речей было произнесено до его могилы, вспоминали его выступления в опера в Париже, где он создал себе громадную славу. Когда подходили прощаться, я возложила на его могилу цветы и горячо помолилась за моего милого, талантливого партнера и дорогого друга, искренне меня любившего. Похороны состоялись 3 по-новому 16 июня 1952 года на кладбище Мон-Мартр-Норд в 10 с четвертью утра. Сохранилось много снятых тогда фотографий. До войны Фокин часто наезжал из Америка из Америки, где он жил, в Париж для разных постановок, которые ему поручали Рене Блю, Эдер Рубинштейн и другие. Я была всегда рада его принимать у себя и всегда было интересно его послушать. Я была большой его поклонницей с первого дня, когда он начал ставить у нас балеты, считая его совершенно выдающимся балетмейстером. Его произведения останутся не только в русском балете, но и в мировом. Никогда не поблекнут такие его балеты, как Эрос, Падеде, Ронда Капричевоза, который он для меня поставил, Вальс Крейслера, Папельон, Шеферезада, Петрушка, Сельфиды, Карнавал, Призрак Розы, Плавецкие пляски из оперы Князь Игорь, Вакханалия Глазунова и Умирающий Ребедь, поставленные им для Павлова. Эти творения Фокина останутся бессмертными, и их будут продолжать ставить с громадным успехом. Фокин дал много нового балету, но остался верен классике. Он никогда не пользовался акробатическими движениями и не заставлял артистов валяться по сцене или прыгать друг другу на спину. В его произведениях выдержан был благородный стиль классики. Некоторые его балеты и отдельные танцы не могут быть восстановлены без него, и потому не сохранятся. В моей студии Фокин ставил танцы для одной моей ученицы, и было очень интересно видеть его метод преподавания. Перед отъездом в Америку он мне подарил на память прелестный старинный баул с хрустальными флаконами для ликеров. Мы с Фокином в последнее время разошлись. Я самым искренним чувством хотела устроить примирение Фокина с теми, кого он стал не любить. Для этого я устроила у себя ужин, пригласил Фокина и в то же время тех, с которыми у него произошло расхождение. Это было ему неприятно, и он, по-видимому, обиделся на меня. Фокина я искренне любила, и мне было больно, что так и не удалось объяснить ему моей цели при устройстве ужина и сказать ему, почему я его невольно огорчила. Где и когда я впервые увидела Лефаря, я припомнить не могу. Вероятно, я его видела танцующим в труппе Дягилева вскоре после того, как он приехал из России в январе 1923 года. Но, думаю, что познакомилась с ним на Пасху 1926 года, когда он приехал ко мне с Дягилевым разговляться на виллу Алам в Кабдай. Нас собралось довольно много, тут были и артисты из труппы Дягилева и мои друзья. Этот пасхальный ужин Лефарь отметил в своей книге о Дягилеве в очень забавной форме. Много лет спустя, когда я обознавалась в Париже, а Лефарь стал балетмейстером в опера, он стал часто бывать у меня. Я его искренне полюбила за его приветливость, за доброе сердце, за его ум и безусловный талант как танцора и балетмейстера. Я стала принимать его у себя уже как родного, давала ему первое место и старалась перед другими его выделять. Мне казалось, что и он ко мне привязался и постоянно называл меня мое золото. По традиции, в память первого у меня ужина в Кабдай на Пасху он всегда приглашался ко мне в этот день. А ежели он случайно был в отъезде, то все же непременно звонил по телефону, чтобы поздравить в эту ночь, где бы он ни был, даже когда летел из Австралии. Он мне часто говорил, что я и великий князь заменяем ему его родителей и даже однажды так нас и представил одному своему знакомому за ужином у меня. Такими же друзьями мы остались и до сих пор. Заняв прочное положение в опера, Лефарь стал часто меня приглашать на балет, в особенности, когда шли его новые постановки. Потом я ходила на сцену к нему в уборную, где всегда толпилось много народу. Чтобы сказать ему несколько слов, после чего зачастую мы шли с ним ужинать в ближайший ресторан с его друзьями. Если принять во внимание, что он прибыл к Дягилеву совершенно неподготовленным и, несмотря на это, в такой короткий срок, благодаря упорному труду, стал прекрасным танцором, а через два года выдвинулся на первое место в труппе, то надо ему отдать справедливость, что он выказал в этом не только много труда, но и много личного таланта. Я его искренне считала талантливым и интересным артистом, прекрасным танцором. Он был бесподобен Жизеле, который проходил с Владимировым. С ним тогда танцевала Списивцева, которая была в Жизеле очень хороша. Она не была Павловой в Жизеле, но по-своему была очаровательна. Среди множества балетов, которые Лефарю пришлось ставить в опера, были, конечно, более удачные и менее удачные. Было у Лефаря блестящих балетов, которые я с удовольствием посмотрела бы еще раз. А менее удачные зависели иногда от спешности постановки и от сюжета и музыки, которые не всегда были по его вкусу, а бывали ему навязаны. Он завоевал себе в опера выдающееся положение, сделавшись одним из видных балетмейстеров, что надо считать громадным достижением, в особенности, если принять во внимание, что он иностранец. Но кроме того, и в этом одна из его главных заслуг перед балетом, что он его поднял на подобающую ему высоту, наравне с оперой из того загнанного положения, в котором балет находился до него. Балет давался только после оперы как заключение к спектаклю. Лефарю дирекция не верила, что публика пойдет в опера на целый балетный вечер. Дирекция боялась, что сборов не сделают. Но публика не только пошла. Театр был всегда переполнен, билеты брались на расхват. Сперва ставили несколько одноактных балетов, а потом и один многоактный. Теперь балет имеет свой день балетный, как у нас в России. И боли не плетется жалко хвосте оперы. Несколько слов по поводу книги Сергея Лефаря «История русского балета со дня его основания до наших дней. Париж 1950 год». После моего приезда во Францию в 1920 году, хотя мне тогда было уже 48 лет, я получила два очень лестных для меня предложения вернуться на сцену. Одно исходило от директора парижской оперы, другое от Дягилева. Оба эти предложения я тогда отклонила, так как окончательно решила больше не выступать после того, как я всю жизнь танцевала на императорской сцене и там закончила свою артистическую карьеру. Дягилев часто потом мне говорил, что он очень сожалел, что я ему отказала. Мне было приятно, что, несмотря на мое шестилетнее отсутствие в Париже, меня там помнили. Прошло много лет с тех пор, и я получила от Лефаря его книгу «Историю русского балета». Ежели бы то, что в этой книге написано появилось под другим заглавием, я бы не обратила никакого внимания. Мало ли, что пишут про балет. На все не возразишь, но когда пишут историю русского балета, то это обязывает осторожно относиться к тому материалу, с которым приходится иметь дело и к тем выводам, которые делаются. Оставить без возражения некоторые места этой истории я не считаю возможным, иначе пройдут года, уйдем мы, участники императорского балета, которые на своем артистическом веку много сделали для процветания и славы родного искусства. Если мы эту историю оставим без возражений, то ее смогут принять за действительную, тогда как на самом деле это не было ни более, как личное мнение. Что же касается меня, то с первых же строк моя фамилия ставится постоянно рядом с фамилией другой артистки, которая, хотя и раньше меня вышла из училища, но достигла известности много позже меня. Я очень уважаю эту артистку, которая своим упорным трудом достигла известности, но ставить постоянно обе фамилии рядом, проводя сравнение, не дает верного понятия о каждой, так как у каждой артистки есть свои, исключительно ей, свойственные качества, не поддающиеся сравнению. В двух местах делаются намеки, что Павлова и Корсавина угрожали меня затмить или заменить, когда они начинали свою карьеру. Никто, ни Павлова, ни Корсавина, ни другая артистка меня не затмили, не заменили за всю мою артистическую карьеру. Каждая шла своей дорогой, никто друг другу не мешал. Прямо со школьной скамьи я заняла в нашем балете выдающееся положение, что было отмечено современной прессой. Далее история отмечает, что я имела за границей меньше успеха, нежели другая артистка. Совершенно прав Хаскел, когда он в одной из своих книг пишет, что Павлова больше меня знали за границей. Но я выступала за границей сравнительно с Павловой мало. Она довольно скоро после выпуска начала разъезжать и делать заграничные турне, выступая во всех частях мира. Но какой ценой она достигла своей славы, она сама пишет. Я же, напротив, любила свою жизнь в России, которую мне было жалко покидать. Я в свое время отказалась даже от очень выгодного предложения поехать в Америку в 1903 году. Но когда я соглашалась выступить, мой успех всегда был большим. Мои выступления в 1903 году в Вене, в Королевском оперном театре, когда вся пресса и публика оказали мне такой горячий прием, и даже император после 15-летнего перерыва из-за траура впервые посетил театр, было совершенно исключительным событием, о котором вся Вена тогда много говорила. Два моих сезона в Париже в опера в 1908 году и 1909, когда балет был еще в полном загоне и давался по окончании оперы, имели такой успех, что после первого, когда я выступила, даже без предварительной рекламы, директор тут же пригласил меня на следующий сезон. Много лет спустя директор опера Губер вспоминал мой парижский триумф в Коригане и вариации из «Дочери Фараона». Он играл тогда соло на флейте. И, наконец, в 1911 году в Лондоне у Дягилева, когда моя вариация вызвала ревность Нежинского, и он устроил сцену Дягилева, я имею полное право этими выступлениями гордиться, так как они были отмечены международной прессой весьма похвальными обо мне отзывами. Все это в истории обойдено полным молчанием. Или наоборот, история подчеркивает, что если в России я имела больше успеха, нежели другая артистка, то объясняется это довольно оскорбительным примечанием, что это только благодаря тому, что я стала всесильной на сцене. Чтобы достичь высокого положения на сцене как артистки и завоевать себе не только в России, но и за границей мировое положение и имя, нужно иметь гораздо больше, нежели всесильное положение. Нужно иметь талант, который дается свыше, и нужно иметь то, что выдвигает артистку из ряда других на завидный для других перестал. В утверждении того, что я здесь пишу, я хочу привести выдержку из статьи Прещеева, которую я недавно получила из Америки, написанную им по поводу моего предстоящего тогда прощального бенефиса 4 февраля 1904 года, где он говорил о моем исключительном положении на русской сцене и европейской. Прещеев был свидетелем всей моей карьеры от первого моего дебюта и мог беспристрастно оценить сам, что я дала на сцене. Щедро одаренная от природы Кшесинская занимает исключительное положение на современной русской сцене, да, пожалуй, и на европейской, где выдается разве одна Замбелия. Ближе других по таланту и по родственности этого таланта приближается к кшесинской московской балерина Рославлева, тоже очень крупная величина. Остальных и не сравниваю с кшесинской. Есть талантливые балерины, вице-балерины, солистки, но они хороши по-своему, у них свои достоинства, по большей части выражающиеся односторонне или в танцах, или в мимике. Богаче других природа одарила госпожу Павлову вторую, но ее время впереди. Плещеев тут даже не упоминает имя той артистки, которую Лефарь в истории русского балета ставит постоянно наравне со мной, которая могла будто бы меня затмить. Последнюю мелочь, которую хочу отметить, не нашлось даже места поместить мою фотографию на отдельном листе. Это маленький укол со стороны редактора книги. Если я так подробно останавливаюсь на всех этих неточностях, которые я нашла в книге Лефаря, то я это делаю потому, что я хочу вернуть свое имя на то место, которое оно действительно занимало в истории русского императорского балета, а не то, какое ему уделяет автор книги. Мне было больно читать несправедливые строки в книге моего друга, к которому я относилась и отношусь с такой сердечной симпатией. На второй год после открытия моей студии ранней осенью 1930 года у меня появились острые боли в правом бедре, которые совершенно не давали мне спать. Мой доктор Залевский предполагал, что это воспаление седалищного нерва, но, несмотря на все принятые им меры, боль не утихала. Меня совершенно скрючило, я еле могла двигаться. Наконец, меня повезли к радиологу, чтобы более точно определить причины, вызывшие эти боли. Доктор Залевский и приглашенный им хирург Гетелье после просвечивания и изучения снимков вынесли следующее заключение, что я не только не могу, но что это даже и опасно, если я буду продолжать заниматься в студии. Они считали, что я должна прекратить работу, так как всякое резкое движение опасно, я могу упасть и не встать. Такой диагноз был для меня равен смертному приговору. Я только весной прошлого года открыла свою студию, на которой возлагала все свои надежды получить средства к жизни и вдруг такое жесткое решение, разрушающее все мои планы. Я тут же высказала обоим докторам все значение для меня их приговора и просила еще раз хорошенько его обдумать, но они остались при своем мнении, только выражали сожаление, что их мнение так меня огорчило, но по совести они ничего более утешительного сказать не могут. Я привыкла в жизни стойко переносить удары судьбы, но не сдаваться. Я немедленно сообщила моему сыну, который в то время проживал на юге Франции, диагноз докторов и мое полное отчаяние. Кроме того, я послала в Ниццу моему старому другу хирургу Кожину, который еще в России пользовал меня, радиографию моего бедра и просила дать свое заключение. В ответ я получила от Вовы телеграмму следующего содержания от 29 сентября 1930 года. Горячо молился за вас, Божьей Матери, Лаге, Вова. Затем почти одновременно я получила письмо от Вовы и доктора Кожина. Вова писал в самом Лаге 29 сентября и поместил и пометил 2 часа 30 минут следующее трогательное и проникнутое глубокой верой письмо. Дорогие мои, горячо любимая папочка и мамочка, я только что горячо молился у чудотворной иконы за вас обоих и за себя, за нас всех. Я твердо верю, что Богородица услышит мою молитву и пошлет нам спасение, радость и счастье, и все будет хорошо, и выздоровление тебе, дорогая мамусенька. Это письмо и конверт окропил святой водой. Когда получите это письмо, перекрестите себя им, мусенька, поправишься сразу и совершенно. Крещу мысленно и благословляю. Пресвятая Богородица, спаси нас, храни вас в Господе, обожающий вас Лова. Доктор Кожин написал мне, что изучив снимок бедра, он пришел к совершенно иному заключению, нежели парижские врачи. Он находит, что покой для меня безусловно вреден, что напротив я должна продолжать работать в студии, несмотря на боль, и что движение мне будет только на пользу. Зная мою энергию и силу воли, он был уверен, что все скоро пройдет. Эти два ответа совершенно меня окрылили, я воспрянула снова духом, убедившись, что вера меня спасла. Для меня несомненно совершилось чудо. Я поехала в студию, первым делом поставила больную ногу на палку, было больно, но я перетерпела и с тех пор продолжала давать уроки танца в своей студии. Я настолько оправилась, что через шесть лет в 1936 году выступала в Лондоне в Ковенгарден и танцевала свой русский танец с большим успехом. Но наступило новое испытание. Под Рождество 1930 года Андрей опасно заболел гнойным плевритом и нарывом в легких. После консилиума у нас на дому, в котором принимали участие, кроме нашего доктора, профессора Олексинский, хирург Готелье, доктора Клод и Клерк, было решено немедленно перевести Андрея в госпиталь. Три месяца он пролежал между жизнью и смертью. Доктора отчаивались и откровенно мне говорили, что только чудо может его спасти. В это же время Вова заболел корью, и меня не пускали к нему из боязни, что Андрей может заразиться. Все наиболее видные врачи в Париже были приглашены в разное время на консультации, каждый по своей специальности. Лечили его также профессора Дюваль и Бизансон. Я все это время жила в госпитале в комнате Андрея. Утром уходила в студию на работу, а вечером возвращалась снова в госпиталь. Что я пережила за это время передать невозможно. Часто отчаяние брало меня от бессилия врачей спасти Андрея. С Божьей помощью Андрей был спасен, но с какими усилиями и страданиями. Ежедневно все справлялись со состоянием его здоровья. Много трогательного внимания я видела в эти дни. Великие князья Кирилл Владимирович и Борис Владимирович посещали его, как и его сестра, великая княгиня Елена Владимировна с мужем и дочерьми. Бесконечно трогателен был великий князь Дмитрий Павлович, который не только его навещал почти каждый день, но и привозил все, что доктора разрешали ему есть и пить. Он был для Андрея огромной моральной поддержкой во время болезни. Под Пасху Андрея перевезли домой, где он еще долго лежал. Летом мы провели месяц в Авиане, в маленьком, но симпатичном пансионе на горе. Здесь, на свежем воздухе, Андрей стал быстро поправляться, и мы могли с ним совершать прогулки по ближайшим полям и лесам. По возвращении из Авиана мы поехали в Марли-Леруа, где князь Гаврил Константинович жил со своей женой на даче Бенеме, известного директора фабрики духов Убеган. Туда несколько раз наезжала великая княгиня Ксения Александровна. Свой второй учебный сезон я начала 3 сентября 1929 года. Число учениц стало быстро увеличиваться, хотя я никакой рекламы не делала. С первых уроков я поняла, что преподавать могу. Я сразу с этой задачей справилась, и дело быстро наладилось. Ученицы отлично меня понимали, схватывали то, что я от них требовала, и я почувствовала, что владею классом как самых маленьких начинающих учениц, так и более старших. Особенно увлекательно было заниматься с начинающими, видеть, как они постепенно понимают меня, через месяц с другой уже свободно делают все, чему я их научила. Каждый сезон увеличивал число моих учениц, и в сезоны 1933-1934 и 1934-1935 годов оно достигло более 100 учениц. Уборная оказалась мала для такого количества, а узкая лестница, которая туда вела прямо из зала, отымала много места. Я стала помышлять о расширении студии, и на моё счастье освободилась соседняя квартира. Я её наняла и соединила обе квартиры, пробив двери и уничтожив старую лестницу. Использовала такую же лестницу соседней квартиры. Теперь я имела две уборные и обширный приёмный салон. Работы по переделке студии заняли всё лето и были закончены к открытию сезона 1935-1936 года. Глубоко ценя доброе отношение ко мне митрополита Евлогия, я просила его не отказать мне осветить вновь расширенную и обновлённую студию, на что он согласился. Молебен был назначен на 7 октября 1935 года при участии хора Афонского. На это торжество я пригласила Нину Рафаиловну, супругу Гавриила Константиновича, Нину Францевну Алексинскую, князя Сергея Михайловича Волконского, княгиню Тамару Эристову, Лидию Чистякову, князя Никиту Трубецкого, полковника Кольнева, Бориса Расторгуева и всех моих учениц. После молебна с водосвятием митрополит обошел всю студию и окропил все комнаты. Потом митрополит обратился к ученицам с трогательным словом на тему, что всякое искусство угодно Богу и рассказал легенду про бедного танцора, у которого ничего не было, чтобы принести жертву чудотворной статуи Богородицы, как делали богатые, когда приходили молиться и просить у царицы небесной помощи. Все, чем он располагал, это было его искусство, и он решил пожертвовать Богородице в представлении своих танцев. Он понимал, что ему не разрешат танцевать в храме и потому решил это сделать так, чтобы никто об этом не знал. И вот он ночью тайно пробрался в храм со своим костюмом и необходимыми театральными принадлежностями, расположил все это перед изображением Богородицы и начал давать свои представления. Настало утро, монастырь просыпался, и первые монахи входили в храм на молитву. Велико было их удивление, когда они увидели бедного артиста, увлекшегося своим представлением, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Возмущенные монахи только что собрались его остановить, как к великому их смущению они увидели, что Богородица протянула руки бедному танцору, наклонившись к нему, как бы благодаря его за представление. Он поднялся к ней и упал к ее ногам, и его чистая жертва была угодна. Это слово произвело на всех присутствующих глубокое впечатление, в особенности на моих учениц. После молебна было подано угощение, закуска, вино и сладкое. Кончина великой княгини Виктории Федоровны. 2 марта 1936 года скончалась в Амурбахе, в Германию у своей дочери, великой княгини Марии Кирилловны, наследной принцессы Ленингенгской, великая княгиня Виктория Федоровна. Она заболела по приезде в Амурбах в начале февраля, и хотя с самого начала положение было довольно серьезным, никто не мог предполагать до самых последних дней, что она не поправится. В то время даже мы, близкие, не знали, что испытания, заботы, плевета и сплетни до того подточили ее силы, что она не выдержит серьезного заболевания. Когда она скончалась, ей было всего 59 лет. Ее кончина была для нас большим ударом и тяжким горем. До конца своих дней я буду оплакивать незабвенную покойную. С того дня, когда она совместно со своим мужем дала благословение на наш брак с Андреем, она неизменно сердечно и тепло относилась ко мне. И я знаю, она это всегда говорила, очень любила и ценила Вову. Сколько раз я ездила завтракать или пить к ней чай, когда она приезжала в Париж. Всегда она интересовалась моей студией и работой и часто посещала сама мою студию со своими дочерьми и инфантой Беатрисой Испанской, своей сестрой. Когда она впервые ее посетила, она обратилась к ученицам за словами «Вы должны знаменитой артистке, как ваш профессор». Так это было мило и трогательно с ее стороны. В день кончины вечером была отслужена первая торжественная панихида в соборе Дарю в Париже. Служил митрополит Евлогии, народу собралось много, несмотря на то, что мало кому успели сообщить печальную новость. Через день Андрея и Вова выехали на погребение, которое состоялось 6 марта в Кубурге. В день их приезда герцог Кубурский давал в своем старинном средневековом замке семейный обед, на котором Андрей и Вова присутствовали. Вова был поражен этим старинным замком крутой извилистый подъем на высокую гору, на которой был расположен замок, мрачные сводчатые ворота, личные покои были хорошо и уютно обставлены, но зал, где был подан обед, был в таком же виде, как и много веков тому назад, когда он служил в Кардегарде, где дежурили рыцари, охранявшие замок, голые каменные стены, окна в глубоких простенках и старинное оружие по стенам. Замок наводил еще больше уныния. В нем находился военный музей и множество родовых реликвий. После заупокойной литургии и отпевания в церкви гроб с останками был опущен в семейный склеп герцогов Кобургских, где уже покоилась мать великой княгини, сестра императора Александра Третьего по браку герцогиня Кобургская. На похороны съехались королева Мария Румынская и принцесса Гогенлое, сестры покойной королевы Елизаветы Греческая, великий герцог Микренбург Шверинский, вся семья Ленингенских. Присутствовал также и проживавший после своего отречения в Кобраге царь Фердинанд Болгарский. Многие немецкие принцы были в старой форме. На следующий день после похорон царь Фердинанд давал в своем старинном доме семейный завтрак. После завтрака Фердинанд взял из стоявшей на столе вазы букетик фиалок, полученный им из его болгарского имения, и дал его Андрей вовесь с просьбой передать мне на память о нем, хотя его никогда и не видал. Это маленькое внимание меня очень тронуло, и букетик я сохранила по сей день. Фердинанд очень любил Андрея, который дважды был у него в Софии, и никогда не переставал оказывать ему свое внимание. Он любил все таинственное, и Андрей сохранил несколько его записок в ответ на свои письма. Всегда они были уложены в несколько конвертов со всевозможными указаниями, какими только адресами и советами, как и куда отнести. Андрей был также в чудесных отношениях с его сыном, царем Борисом, вступившим на престол после отречения отца. Андрей сопровождал царя Бориса, когда он был в России, и в память об этих днях он всегда присылал в Париж Андрею свои болгарские папиросы с вензелем, и так же, как и отец, оказывал ему постоянное внимание и заботу. Самым трогательным и верным другом из всех иностранных коронованных особ и принцев оказался король Александр Сербский. Андрей его знал еще по России, где он воспитывался, но сблизились и подружились они, когда Андрей был с официальным визитом в Софии и в Белграде. Тогда на память об этих днях они обменялись портсигарами. Андрей спас свой, но король потерял подарок Андрею во время войны. Когда Александр бывал в Париже, он всегда приглашал Андрея к себе, а во время его тяжелой болезни в 1931 году дважды оказал ему щедрую материальную поддержку. Арнольд Хаскел. Среди многих новых знакомств, когда я переехала во Францию, в моей последующей артистической жизни большую роль сыграло знакомство с Арнольдом Хаскелом. Произошло оно случайно. Я встретилась с ним в Монте-Карло в 1925 году. Сергей Павлович Дягилев мне его представил, сказав при этом ему, вот, противник вполне достойный меня. Хаскел был в то время совсем еще юный, увлекающийся балетоман, небольшого роста, худенький, но полный огня, с умными глазами. Дягилев в это время старался уговорить меня вернуться на сцену и выступить в его парижском сезоне, но я отказалась. Хаскел по этому вопросу пишет, что потеря была огромная, Кшесинская поразила бы нас тогда своим блеском, как могла бы поразить нас и теперь. Мне до сих пор очень больно, что мне так и не пришлось ее увидеть в этом сезоне, и коллекция моих воспоминаний печально неполна. Арнольд Хаскел увлекся русским балетом, как он сам пишет, с юных лет и остался ему преданным до сих пор. В следующий раз я с ним встретилась уже в Париже, когда я открыла свою студию. Ко мне в студию его привел никто иной, как князь Сергей Михайлович Волконский. По словам Хаскела, это его очень позабавило. Князь из-за меня ушел из императорских театров, в итоге одно из самых больших балетных комедий, которые история знает, но и счастливое окончание которое было изысканно корректным. С этого времени мы уже часто стали встречаться. Он постоянно наезжал из Лондона, чтобы присутствовать на всех почти балетных представлениях труппы Блюма и Де Базилия. Мы вместе бывали в театре, ходили на сцену повидать артистов, вместе потом ужинали и очаровательно проводили время. Арнольд Хаскел любил бывать у меня в студии и внимательно следил за уроками и за тем, как я преподаю. В своей книге «Балетомания» он приводит свои впечатления и заканчивает, приводя в очень красивый, но вполне точной форме наш с ним разговор по поводу моего преподавания и балета вообще. Арнольд Хаскел знал балет основательно. Он изучил технику, присутствуя на уроках, понимая сценическое искусство, присутствие почти на всех представлениях. Ему была известна закулисная жизнь театра и быт артистов. Я думаю, что лучшего знатока балета в самом широком понимании этого слова нет сейчас, и при том знатока добросовестного, искреннего и, безусловно, всегда и во всем правдивого. Он совершил с труппой до Базиля кругосветное путешествие, чтобы на деле изучить условия, в которых артистам приходится работать. Ему принадлежат капитальные труды в области балета, балетомания, дягилев и танцуя по всему свету. Кроме блестящего и высоко талантливого изложения, Арнольд Хаскел с редкой добросовестностью изучил весь материал, который он излагает, и все указанные им факты, даты всегда верны, точны. Но кроме этих его трудов и многих других, роль Арнольда Хаскела в истории развития балетного искусства, в особенности в Англии, огромна. В Англии своего балета тогда не существовало. Нужно было приложить много труда и настойчивости, чтобы переубедить общественное мнение и доказать, что балет имеет те же права, как драма и опера, что это такое же чистое искусство, а не просто развлечение. Крупную роль в этой области сыграл Дягилев, когда он организовал в Лондоне балетные сезоны, прошедшие с громадным успехом. Дам Нинет де Велуа положила начало балетной школе в Англии. Она сама танцевала у Дягилева и на опыте русских императорских балетных школ убедилась, что без своей школы обойтись нельзя, если хочешь создать настоящий балет на прочных основах. Лишь после многолетних усилий дам Нинет де Велуа и Арнольду Хаскелу удалось завоевать балету почетное и всеми теперь признанное место в Королевском театре Ковенгарден наравне с оперой и драмой. Создание английского балета чувствуется сильное влияние традиции нашего императорского балета. Как сам Арнольд Хаскел, так и дам Нинет де Велуа убедились на деле, как важно для труппы единство школы. Мне пришлось два раза побывать в Лондоне в балетной школе давней Нинет де Велуа в самом начале ее существования в 1936 и теперь в 1951 году. Первоначально это была лишь робкая попытка со скромными и ограниченными средствами, но и тогда было видно, что основы, поставленные давней Нинет де Велуа, правильно. Арнольд Хаскел принимал ближайшее участие в создании этой школы, и это он меня просил приехать, посмотреть и дать один показной урок всей труппе на сцене Викоэллс Балле. По поводу этого урока Арнольд Хаскел писал тогда, что он явился началом пятилетнего плана Викоэллс Балле создать национальную школу по русским методам. К этому он прибавляет. Самая большая балерина глубоко заинтересовалась этим планом, тем более, что многие из артисток уже у нее занимались. Оба, она и ее муж, великий князь Андрей Владимирович, согласились быть вице-председателями и будут принимать ближайшее и деятельное участие в развитии этого плана. К сожалению, развивавшиеся вскоре события помешали осуществлению моему участию в этом национальном деле. В 1951 году, когда я снова посетила школу, она настолько развилась, что напомнила мне нашу русскую. Принимались ученики и ученицы всех возрастов, что обеспечивает постоянное пополнение труппы молодыми силами. Преподавателями были артисты той же труппы, чем поддерживается традиция балета, связь прошлого с настоящим и будущим. Я была рада убедиться, что в основу учения поставлена классическая школа. На эту тему было много споров. Одни утверждали, что новое веяние требует новых методов обучения, а не классических. Другие, как я, Арнольд Хаскел и Нинет Девелуа, остались при старых убеждениях, что на основах классической школы можно потом уже все танцевать, классику и современные танцы, но воспитанные на новых методах не способны танцевать классику. Седлерс-Уэллс школа пошла по верному пути и дала уже блестящие результаты. За эти годы она сформировала две постоянные труппы. Одна выступает в Ковенгарден, а другая ездит в турне по Англии и за границей. В Америке балет имел огромный успех. С первого дня нашего знакомства с Арнольдом Хаскелом наша взаимная дружба росла все эти годы. Он мне оказал много внимания не только в своих книгах, где он часто говорит про меня, но и на деле. Он присылал мне лучших артистов для шлифовки, в кавычках, как он выражался, что, конечно, было для меня очень лестно. По их примеру стали приезжать ко мне не только из Англии, но и из Америки ученицы, многие из которых теперь открыли свои студии, а другие имеют свои маленькие балетные труппы. Арнольд Хаскел подарил мне однажды прелестную серебряную старинную статуэтку Марии Тальони, которая часто украшает мой обеденный стол. Интересно отметить, что моему знакомству с Арнольдом Хаскелом способствовали два лица, с которыми я в жизни имела наиболее крупные столкновения на артистической почве, а именно Дягилев, который мне его представил, и князь Волконский, который привел его ко мне в студию. Последние годы я была с ними обоими в самых дружеских и сердечных отношениях, и прошлое было нами забыто бесследно. Первая поездка в Лондон 13-23 июля 1936 года Василий Григорьевич Базиль или Колонель де Базиль, как его все величали, задумал устроить в Лондоне во время своего балетного сезона в Овенгарден нечто вроде юбилейного спектакля, на котором он хотел, чтобы выступили я, Преображенская, Егорова и Волынин. Преображенская и Егорова отказались, а Волынин запросил такую высокую плату, что Базиль отказался от его участия. В результате я одна согласилась у него выступить. Я выбрала для спектакля русскую. Кокошник был зарисован по памяти моей горничной Людмилы по рисунку соломка, и она же подготовила форму, как делалась в мастерских императорских театрах, где она раньше служила. Кокошник замечательно удался. Все на него обратили внимание. Костюм Людмила зарисовала тоже по памяти. Людмила зарисовала тоже по памяти. Исполнение любезно взяла на себя Каринская частью в Лондоне, частью в Париже. И он должен был быть готов к моему приезду. 13 июля Вова, Андрей и я выехали в Лондон с поездом Голден Голден Арру в 10 часов утра 30 минут. В самый последний момент перед отходом поезда прибежал запыхавшийся Сережа Лефарь и вскочил в поезд, решив в последнюю минуту присутствовать на моем выступлении в Лондоне. Переход по морю был бурный, и мы опоздали на час, и вместо 17.20 прибыли в 18.10. На вокзале Виктории меня встретили Де Базиль, Таня Рябушинская и Давид Лишин с цветами. Тут, конечно, было сделано много фотографий. С вокзала они трое меня повезли в Савой на встречу с прессой, а Андрей с Вовой проехали с вещами в Альдорф отель, где нам были заказаны комнаты. После приема прессы я заехала к Каринской на примерку костюма, который был вскроен, но далеко еще не готов. Вечером мы все поехали в театр Альгамбра смотреть балет Блюма, где шли главным образом балеты Фокина, который с женой присутствовал на всех спектаклях. За неделю, что я пробыла в Лондоне, я несколько раз побывала на балетах Блюма, после чего ужинала с Фокином. В первый день приезда Арнольд Хаскел пригласил нас ужинать с ним в Савой. 14 июля утром я поехала в Ковенгарда на оркестровую репетицию на сцене. После репетиции я поехала на примерку костюма Каринской. Я пришла в ужас. Костюм был совершенно не готов, только сшит. Ни рисунки на нем не были выведены, ни вышивки не закончены. А вечером мне надо было в нем выступать. Но Каринская меня успокаивала, что к вечеру костюм будет готов и что она никогда меня не подведет. Я все же попросила Андрея днем заехать в Каринской и посмотреть, в каком положении мой костюм. Он вернулся, уверял мне, что костюм уже почти что готов, заканчивают последние мелочи, тогда как на самом деле он мало подвинулся с утра. Но этого он мне тогда не сказал, чтобы не расстраивать. Золотой рисунок по сарафану даже не начинали выводить. Но сын Каринской сказал, что это пустяки и в каких-нибудь десять минут набросал рисунок, перевел его на парчу, вырезал рисунок и горячим утюгом приклеил его к сарафану. Каринская сдержала слово к моему приезду в театр. Костюм меня уже ждал совершенно готовый. Как она успела закончить костюм в такой короткий срок? Я до сих пор не понимаю. Ковенгарденский театр был переполнен до отказа. Был вывешен по обычаю, принятым в Англии, красный аншлаг с надписью «Все билеты проданы». Василий Григорьевич Базиль позаботился относительно прессы и о моем выступлении писалось во всех газетах. Великий князь Дмитрий Павлович, который в это время находился в Лондоне, непременно тоже хотел быть на спектакле. Он сидел в ложе вместе с Андреем и Вовой и Сережей Лефарем. Дмитрий Павлович больше всех волновался перед моим выступлением и в последнюю минуту отвернулся, попросив Сережу Лефаря сказать ему, может ли он смотреть на меня или нет. Только тогда он повернулся и стал на меня смотреть. Прием был мне оказан колоссальный. Вызывали 18 раз, что редко встречается в Англии, где публика более сдержанная, нежели в России и во Франции. Цветов я получила уйму. Вся сцена была ими заставлена, как ковром. Дня через два после спектакля Андрей получил от королевы Марии Румынской очень милое письмо. Она ему писала, что она была очень рада слушать, что я имела такой большой успех в Ковенгарден и сожалела, что не могла присутствовать на моем выступлении. Это объяснялось тем, что английский двор был в трауре по случаю кончины 20 января короля Георга V. После спектакля полковник Брюс Отлей устроил в своем доме прием с ужином, на котором были все видные балетаманы и представители высшего английского общества. Арнольд Хаскел устроил грандиозный прием в доме своей матери в мою честь с чудным ужином, с закуской и водкой, как в России полагалось. По этому случаю он мне поднес шесть серебряных чарок русской работы для водки. Во время приема было трудно их внимательно рассмотреть, но придя домой, я заметила, что на каждой чарке была выгравирована буква. Подбирая разные комбинации, удалось найти, что буквы составляли вместе на память. Хаскел потом уверял, что он сам этого не подозревал и был очень приятно удивлен и обрадован. Я побывала еще в студии Марии Рамбер, где присутствовала на уроке. Я была поражена количеством учениц в одном классе и удивлялась, как при этих условиях проверять, что делается в последнем ряду. Была я еще у мистерис Коун. Однажды мы были с Андреем приглашены к чаю в женский клуб милейшей мистерис Генри Виллерс, которая присутствовала на моем спектакле. Она приветствовала меня очаровательной фразой. Вчера я имела счастье пить чай с королевой Марии, а сегодня с королевой русского балета. Евдокия Яковлевна Тонконогова, у которой в 1935 году гостили мы около трех недель, пригласила нас обедать с собой. Дочь ее, Ксения, занималась у меня в студии три года. Мне удалось повидать своего племянника, Славушку Кшесинского, сына, моего брата юзи от первого брака. Он жил с женой у ее бабушки в их собственном доме, где мы два раза у них завтракали. Во время войны дом был разрушен бомбой, но их, к счастью, не было в то время дома. Прожив, в общем, 10 дней в Лондоне и чудно проведя время, 22 июля я выехала обратно в Париж. Это было мое последнее выступление на сцене. Мне было в это время 63 года. Летом 1937 года в Париж ко времени всемирной выставки приехал из Лондона английский Сэндлерс Уэллс балле дать в театре Театр де Шан-Элизе ряд представлений. С прошлого года, когда я была в Лондоне и давала английскому балету открытый урок, успела образоваться отличная сплоченная труппа с обширным репертуаром. Во главе труппы приехала дам Нинет де Волуа, директриса балета и балетмейстер Фредерик Эштон. Они объявляются пионерами английского балета. Среди молодой труппы было много моих учениц. Я радовалась их успеху. 15 июня состоялось открытие английского балета в присутствии президента республики, английского посла и всей английской колонии. Зал был переполнен самой элегантной публикой Парижа. Мне хотелось выразить труппе свое внимание. Я пригласила 19 июня почти всех к себе на ужин. Было всего около 30 человек, среди которых многие, кого я хорошо знала, и те артистки, которые меня занимали за эти годы. В числе гостей были Дамнина де Волуа, Фредерик Эштон, Роберт Хельпман, Гаррет Тернер, занимавшийся со мной Марго Фонтейн, Памела Мэй, Джун Брае, Мэри Хонер, Молли Браун, Двинетта Мэтью, Энн Спайсер, Элизабет Миллер и много других. На ужин я пригласила Сережу Лефаря. Я всех рассадила по маленьким столам, и вечер прошел очень оживленно и весело. Во время ужина было снято несколько фотографий. Продолжение следует...